Медные Вечные заботы и тревоги Кажется нехитрая она Тонкая контактная подвеска Требует настройки, как струна Требует внимания, как невеста От этой железных дорог Мы гордимся в российских летах Мы ждем железных потом И лучшей профессии нету Мало сделать удалось Но стоять не будем мы на месте Чтоб лететь вперед и метровоз От Владивостока и до Бреста Нам среди мир города Доброй электрической силы И летать ангасына Страны и народы подружки И летать ангасына И летать ангасына Мы движем железный поток И лучшей профессии нету И летать железных дорог Мы гордимся в российских летах Мы движем железный поток И лучшей профессии нету И лучшей профессии нету И работникам всех поколений Которые обслуживали И продолжают обслуживать Главные отрасли дороги Службы электрификации Электроснабжения И локомотивного хозяйства Левин Самуил Николаевич Начальник строительно-монтажной конторы Несиловский Антон Брониславович Заместитель начальника строительно-монтажной конторы Первый начальник Усяцкого энергоучастка Оба репрессированы в 1938 году Теплых Иван Григорьевич Помощник начальника колонн монтажных поездов ЭЧИ-Усяты Ныне город Прокопьевск Последняя должность Заместитель начальника службы Одеско-Кишиневской дороги Лупов Владимир Павлович Прораб строительно-монтажной конторы Начальник монтажного поезда 702 Главный инженер треста Трансэлектромонтаж Нитяженко Виктор Иванович Прораб строительно-монтажной конторы Заместитель АЧИ-Усяты Главный инженер службы Томской железной дороги Начальник службы электрификации Львовской железной дороги Брегер Аркадий Михайлович Начальник тяговой подстанции Новокузнецк Прошел ряд должностей В службе Томской железной дороги Работал начальником службы. Главный технический инспектор Абхазского областного совета профсоюзов. Демченко Дмитрий Андреевич. Старший дежурный по электродепо Белова. Начальник электродепо Белова. Главный инженер Беловского отделения. Начальник службы электрификации Томской железной дороги. Начальник локомотивной службы Северокавказской железной дороги. Цихман Анатолий Иванович. Дежурный техник по станции Бускускан. Работал на разных должностях. Главный инженер службы. Зам. начальника службы. Начальник службы электрификации Томской железной дороги. Последняя должность. Начальник службы Андесско-Кишиневской железной дороги. Можейка Николай Юлианович. Бригадир по монтажу контактной сети. ЭЧК. Начальник Усяцкого энергоучастка. Последняя должность. ЭЧЕ Новосибирск. Трагический погиб в 1958 году. Греков Алексей Васильевич. Бригадир по монтажу контактной сети. Затем начальник энергоучастка Барабинск. Сторц Анатолий Александрович. Инженер. Начальник подстанции. Заместитель ЭЧЕ. ЭЧЕ Усяты. Последнее место работы. Преподаватель АМИИТа. Малаок Михаил Николаевич. Бригадир по монтажу контактной сети. Старший энергодиспетчер. ЭЧК станции Белово. Начальник ЭЧЕ Усяты. Последняя должность. Начальник отдела электрификации Беловского отделения. Ломакин Виктор Алексеевич. Техник-нормировщик. Дежурный техник. Энергодиспетчер станции Белово. Последняя должность. Начальник Прокопьевского энергоучастка. Маценко Иван Николаевич. Помощник бригадира дистанции контактной сети. Станции Усяты. Энергодиспетчер. Старший энергодиспетчер Беловского отделения. Подшипарин Владимир Иванович. Электромонтер контактной сети монтажной конторы. ЭЧК Новокузнецк. Заместитель ЭЧЕ Белово. Энергодиспетчер Новокузнецкого отделения дороги. Баранов Георгий Андреевич. Энергодиспетчер. Старший энергодиспетчер Беловского отделения. Лысенко Иван Яковлевич. Электромонтер по монтажу контактной сети. Бригадир дистанции контактной сети. Энергодиспетчер. Ушел добровольцем на фронт. В годы Великой Отечественной войны. Мартыненко Григорий Иванович. Работал на монтаже тяговых подстанций. Дежурный техник. Мастер. Начальник подстанции Белово. Энергодиспетчер. Старший энергодиспетчер. Начальник тяговой подстанции. Сеятель. ЭЧИнская. Петухов Владимир Филиппович. Электромонтер. Дежурный техник. Мастер и начальник тяговой подстанции Труда Армейской. Заместитель начальника. Начальник Беловского энергоучастка. Юшков Петр Кранидович. Мастер. Начальник РРЦ ЭЧИУСЯТУ. Начальник отдела службы. Доцент ТЭМИИТА ОМИИТА. Бердичевский Григорий Исаакович. Прораб по монтажу тяговых подстанций. Начальник тяговой подстанции. АКЧУРЛА. КИСЕЛЕВСКОЙ. Начальник техотдела службы. Начальник нормативной станции ЦМПС на Западно-Сибирской железной дороге. АКТЫРСКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ. Инженер отдела электрификации. Главный инженер. Зам. начальника службы электрификации. Начальник отдела электрификации. СИПГИПРОТРАНС. Ануфриев Павел Петрович. Старший инженер бюро электрификации. Старший инженер монтажной конторы. Начальник тяговой подстанции. Новокузнецк. Главный инженер проекта СИПГИПРОТРАНС. Колоссар Евгений Дмитриевич. Бригадир по монтажу. Дежурный техник тяговой подстанции. Трудоармейская. Участник Великой Отечественной войны. Коломок Павел Петрович. Бригадир. Мастер дистанции контактной сети. Начальник дистанции контактной сети. Белова. Старший энергодиспетчер Белова. Барабинск. Зам. Че. Барабинск. Зам. Че. Исилькуль. Э. Че. Исилькуль. Ушаков Григорий Алексеевич. Электромонтер. Бригадир дистанции контактной сети Белова с 1936 года до ухода на заслуженный отдых. В 1959 году присвоено звание Героя социалистического труда. Прасл Андрей Григорьевич. Электромонтер. Техник по монтажу контактной сети. С 1936 по 1941 годы энергодиспетчер. В 1941 году ушел добровольцем на фронт. Гайворон Семен Денисович. Прораб монтажной конторы. Зам. Че. Омск. Начальник электромонтажного поезда 706. Бедарев Семен Никифорович. Электромонтер контактной сети. Бригадир контактной сети Новокузнецк-Прокопьевск. Начальник дистанции контактной сети Акчурла-Бускускан. Шаповалов Александр Прокопьевич. Начальник тяговой подстанции Акчурла-Бускускан-Тутальская-Новокузнецк. Энергодиспетчер. Старший энергодиспетчер Новокузнецкого отделения. Богданов Александр Васильевич. Дежурный подстанции Усяты. С 1937 по 1945 годы служба в Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны. Сметаника Федор Андреевич. Электромонтер контактной сети. Бригадир. Мастер станции Трудоармейская. Начальник дистанции контактной сети Трудоармейская-Беликурская. Мордвинцев Степан Данилович. Бригадир. Мастер. Начальник дистанции контактной сети станции Усяты. Начальник дистанции контактной сети Инская. Ягазовы. Издревая. Шамрай Василий Федорович, электромонтер контактной сети, бригадир станции Усядов. Мастер дистанции контактной сети Тутармейская, Новосибирск. Замучек, Лечет Айгад. Громышев Константин Иванович, бригадир. Мастер по монтажу контактной сети Бускускам. Начальник дистанции контактной сети Тутальская, Межениновка. Кышановский Чесло Брониславович, начальник дистанции контактной сети Новокузнецк, Белово. Главный инженер проекта СИП Гипротранса. Кобелев Иван Капитонович, газосварщик строительно-монтажной конторы Белово. Электромонтер РРЦ, дежурный техник тяговой по станции Усяты, Новосибирск. Начальник РРЦ ЭЧЕ и Сильфу. Чук Петр Максимович, электромонтер, бригадир контактной сети ЭЧК Белово. Шепелев Александр Александрович, инженер, начальник электродепо станции Белово, начальник отделения дороги Белово, Новосибирск. Заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги. Нашим ветеранам мы можем сказать только великие слова благодарности. Это те люди золотого фонда, которые были беспредельно преданы делу. Они отдавали себя полностью. Такой энтузиазм был. Горели работой и относились не исключительно ответственно и добросовестно. И было трудно, не хватало чего-то. Но это все было неважно. Трудились все столько, сколько было нужно. И надо шлепить почти на ощупь, на энтузиазме. Огромное спасибо за тот вклад, который они внесли в электрификацию. Много они сделали. Они очень много сделали. За то, что они вынесли на своих плечах. Для электрификации, которой вот уже 70 лет. Для тех, кто начал работать на этой железнодороге, нет ничего святее и лучше. Дорога – это наша жизнь. Судьбы железнодорожников того поколения во многом схожи. Вот как рассказывает о себе Щамиль Александр Иванович. Я родился 26 апреля 1929 года в будке путевого обходчика. На перегоне Болотное-Чахлова. В 6 километрах от станции Болотное. Мне в третьем поколении железнодорожнику есть чем поделиться с теми, кто связал свою жизнь с железнодорожным транспортом. Моя личная жизнь и производственная деятельность так переплелись, что делить одно от другого просто невозможно. Я в школу пошел, еще у меня 6 лет полных не было. Так, за компанией с ребятишками. Школа была уникальная. Это была одна жилая комната, где стоялись столы. Учились две смены. Первый класс садился лицом к доске, а второй класс затылком к доске. Я в 10 лет уже начал косить, а землю копать под картошку. В самой весны, в борьбе и так далее. Вот в 44-м году я поступил работать на тяговой подстанции Трудармейский, где работала уже моя старшая сестра Галина. В 45-м году меня отправили на строительство тяговой подстанции Акчурла, это сейчас Киселевск. Там же я встретил конец войны. Было какое-то настроение, люди все, праздничное настроение, везде поют. Перевели в ремонт в ревизионный цех, руководил этой бригадой Цихман. В дальнейшем начальник службы Одесса-Кишиневской дороги. Затем в 47-м году я поступил в железнодорожное училище, в 49-м закончил его так. А по распределению, так после училища я должен, два года был отработан по распределению, меня снова направили в Прокопьевский энергоучасток, мастером дистанции контактной сети. Вот с этого времени я начал заниматься контактной сетью. Делали тяжело было, но во всяком случае обеспечивали энергоснабжением тягу поезда. Я очень благодарен вот до сего времени тому коллективу, с которым я работаю, и особенно электромеханикам, моим ближайшим помощникам. Что каждый человек, он должен сам себе определить свое место, свою специальность. И в том, что он определил, стремиться к этому. Западно-Сибирская дорога – одна из крупнейших дорог России. И заслуживает того, чтобы история электрификации была написана. Уходят люди, принимавшие участие в электрификации. Забываются события. С течением времени все это канет в лету. И историю электрификации сложно будет восстановить. Проражаю большие слова благодарности нашим ветеранам. Мне приятно, что взялись за историю. Это нужное дело. Ведь скоро будет время, когда некому будет вспоминать это. 93% объема перевозок осуществляется на электротяге, говорит само за себя. И дорога – это одна из мощнейших дорог, которая грузит 25% всей погрузки России. Но сама электрификация, она останется на всю жизнь. Трудно себе представить современную жизнь без электричества, а железную дорогу без электрификации. В целях обеспечения перевода всего движения на электротягу на участке Кузнец-Белово Томской железной дороги в четвертом квартале сего года приказываю. Это строки из приказа Народного комиссара путей сообщения Лазаря Кагановича, номер 46, от 19 апреля 1936 года. О мероприятиях по обеспечению работ по электрификации участка Кузнец-Белово Томской железной дороги. Началась электрификация с разметки и копки котлованов. Первый котлован копал Лысенко Иван Яковлевич. Первую опору ставил Шаповалов Александр Прокопьевич. Что на этом участке первую опору контактной сети, первую на станции УЛУС ставил наш бывший старший энергодиспетчер Шаповалов Александр Прокопьевич. Электрификация этого участка протяженностью 142 километра была объявлена комсомольско-молодежной стройкой. выполнялась в рекордно короткие сроки в условиях суровой сибирской зимы 1936-1937 годов силами четырех монтажных поездов, работавших круглосуточно. Это событие стало началом важнейшего этапа в развитии железных дорог Сибири – электрификации. Хотя по тем временам энергетиками еще никто не рождался. Первая подача напряжения, натягивая под станцию, была Побелова. Это 5 января 1937 года. А 10 января – вот первая обкатка электровозом. Рассказывают, что там набилось. Электровоз не только представители электродепо и энергоучастка, но и машинисты, и инструкторы машинистов, что даже на подножках стояли. Маловок рассказывал, как они холодно, контактный провод натянутый, и все. И вот они, это, участок от Белова, Прокопьевск, первый участок тянули в 1936 году. Говорит, два человека залезем, а дрезины были тогда, снизу по лесенке залазить внутрь. Говорит, залезем, поработаем маленько, руки мерзнут, все, спускаемся, чай попили там, колбасы поели, двое залазили. Так, говорит, по переменке работали. Многие нашли свою судьбу, поженились. Брегер, Яшков. И спасибо им за их вот содержательный опыт, знания, за отношения человеческие. Зависело от руководителей, типа теплых, вот был первый начальник дистанции или энергоучастка тогда. Они были тогда прорабами, мастерами. И решено было 1 апреля 1937 года считать пуском в эксплуатацию электрифицированного участка железной дороги Белова, Прокопьевск. Участок Новокузнец-Белова, как он первый пускался, я думаю, что он еще долго будет, очень долго будет работать. Одной из составляющих электрификации является электроподвижной состав. Устройства электроснабжения электроподвижного состава неразрубно связаны между собой и находятся в полном взаимодействии. Электровозы получают электроэнергию от контактной сети через стокоприемники. История локомотивного хозяйства начинается с электродепо Белова. Хроника развития локомотивного хозяйства идет нога в ногу с расширением полигона электрификации. Об отдельных эпизодах электровозников вспоминают ветераны. Все-таки первый участок был пущен в Сибири, это вот Беловский, Беловское депо и Беловское примыкание к нему станции. Я приехал в Белович, дня через два получаем телеграмму, она вот в музее есть. Как эксперимент разрешить Белову такую работу, обезличенными спаренными бригадами. Я вспоминаю эти годы 50-х, начало, середина 50-х годов, когда буквально со всего Большого Советского Союза в Белово, а потом и к нам в Инскую, приезжали учиться как локомотивщики, так и энергетики. Белово, как альмуматор электровозников наших, сибирских, назначили начальником депо Инская, бывшего главного инженера депо Инская, начальником депо Новосибирск, Бублая Николая Федоровича, Новосибирск, Барабинск, начальником депо Мыльникова Николая Ивановича. Мы никогда не разделяли и не отделялись друг от друга, мы очень плотно всегда, интимно плотно работали с энергетиками. Мы получили прекрасный параллельный ход, и дорога буквально вздохнула. Электрификацию первого участка Белово-Новокузнецк, западно-сибирской, бывшей Томской железной дороги, хочется сравнить с родником, который пробился в Белово. И ручейком потек от станции к станции, превращаясь в мощный поток. Ну, конечно, всех остальных участков на бывшем Кузбассе, я хочу сказать об Алексею Васильевичу Грекове, Филиппу Григорьевичу Колесникову, и тот и другой работали на контактной сети участка Белово-Новокузнецк. Нельзя не вспомнить таких людей, как Павел Петрович Ануфриев, Числав Брониславович Альшановский. Они все перешли с участка Белово-Новокузнецк на участок Новосибирск-Чулымская. Михаил Николаевич Малоокота, великолепная фигура, очень авторитетный человек. В Бердичевске Григорий Акчев, тоже воспитанник участка Белово-Новокузнецк, очень много сделал для электрификации дороги, большой вклад внес. И в последние годы он работал начальником нормативной исследовательской станции Главка. В благодарной памяти человечества живет и всегда будет жить беспримерный подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны. Советская армия и тыл совершили подвиг, спасли Россию, ее историю, ее будущее. Вся страна поднялась на борьбу с захватчиком. Много молодых работников с Беловского энергоучастка добровольцами ушли на фронт. С первых дней войны перед железнодорожниками встали сложнейшие задачи. Массовые эвакуации людей и оборонной промышленности с запада на восток страны. А фронт требовал металл и уголь Кузбасса. Как и вся страна, железнодорожники трудились самоотверженно. А вместо ушедших на фронт мужчин, на их место вставали женщины. Водила восстановительную дрезину, шофер. В годы войны и такие были нужны, как и я. Я ветеран Великой Отечественной войны. Нет, я работал в тылу, в совхозе. И получил я награду медаль за добрысь оттуда в Великой Отечественной войне. 1941-1945 год. Ранил в госпиталь. А с госпиталя оттуда вышел в конце января. В армии я служил на бомбардировщиках и на реактивной технике. Это МиГ-15, МиГ-19. Я попал в артиллерийский, 55-ю обычную артиллерийскую бригаду. И я там, значит, как попал, и до конца войны и прослужил. В армии служил я 8,5 лет срочной службы. В 1950 году, в апреле, месяце я в конце апреля, 27 или 23 апреля забыл вот это, демобилизовался. 8 лет после оттарабанила. Закончил службу в звании старшины, старший механик эскадрильи по вооружению. Воняния было два. Это получилось уже под Вязьмой. Командиром орудия я был в артиллерии служил. Наш дивизион артиллерийский на восток, в Японии был. Я попал как раз не на германскую, а на японскую. На воевасток попал, в Харануре я был. Часть рассматривали, я попал в Москву. В 47-м году я попал туда. На пара я там участвовал. Послевоенные годы в ряды электрификаторов влилось много фронтовиков, героически сражавшихся на фронтах. На их плечи выпали непростые заботы становления электрификации железнодорожного транспорта. Эти люди отличались высокой дисциплиной, добросовестным отношением к своему труду. И весь свой накопленный опыт передавали молодому поколению. Хотелось бы вспомнить о некоторых. Михаил Иосифович Ольшевский попал на фронт в первые дни войны. Об отдельных эпизодах фронтовой биографии рассказано им лично на страницах Томской областной газеты «Красное знамя» в апреле 1965 года. О нем написано в книге журналиста Вольфа «В чужой стране». Посвященный боевым действиям партизанской бригады «За Родину». О подвиге Михаила Иосифовича рассказано в первом номере журнала «Огни Кузбасса» в 1975 году журналистом Черновым. В сентябре 1945 года Михаил Иосифович вернулся на Родину, окончил омский железнодорожный техникум. Был на монтаже в Кузбассе. И с 1958 года, вплоть до ухода на заслуженный отдых, работал на ЭЧК Машково-Новосибирского энергоучастка. Юнгой на одном из кораблей Тихоокеанского флота служил Колпаков Леонид Евгеньевич. После войны получил профессию энергетика. Работал на тяговой подстанции ЭЧК Новосибирск. Затем длительное время работал энергодиспетчером. Савельев Петр Максимович. Прошел с дивизией путь от Перми через Сталинград, Харьков, Кишинев, Румынию, Будапешт, Вену до Братиславы в Чехословакии. Ныне столица Словакии, где и встретил День Победы. После возвращения с фронта и до ухода на пенсию в 1970 году, работал на различных должностях на предприятии службы электрификации энергетического хозяйства. Награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, красной звезды и многими боевыми медалями. В мирное время работал он так же ответственно, как и воевал. За инициативный добросовестный труд имел много наград. В День Победы Петр Максимович надевал все свои ордена и медали и за праздничным столом вспоминал фронтовые эпизоды. Читал свои лирические стихи и рассказы о войне и мирном времени. Вот строки его стихотворения «Гимн пехоти». Мы не ради славы брали Братиславу, где огонь зениток по пехоте бил. Просто выполняли мы приказ отчизны, и поклон словаков нам наградой был. Великая Отечественная война приостановила развитие энергетического хозяйства сибирских железных дорог. И только в 1947 году были начаты работы по электрификации участка Инская-Чуымская протяженностью 143 километра. После войны начался этот монтажный период. Тогда начиналась электрификация с западно-сибирской дороги, тут новосибирское отделение в сторону Чулымска, когда я пришел. Все делалось почти везде вручную. Я помогал прорабу на подстанции Ольшановскому. Интересно мне показалось, что по опорам лазит. Я работаю на лейтере, напряжение высокое, и меня не трогает ничего. Мы занимались прозвонкой и подключением контрольных кабелей. Бруйс Иван Сергеевич, это на контактной сети. Мы приехали сюда по комсомольской путинке. Ну, он грамотный парень был, он там начальником, где станция контактной сети был. Мне дали монтировать Чулымскую. Это крупная станция, стык Томской и Омской железной дороги. Там красивейшие были поперечины, таких в мире нет. Четыре провода, гирлянда такая, через 23 пути. Вели наладку и испытания подстанции. Первый лод наладили, потом Чик, Коченева, Чулымскую и последнюю уже Инскую. Первый электровод шел, вел его, этот, был Калинков, он был депутат Верховного Совета, машинист. И он остановился прямо на подстанции. Уже в конце 40-х годов 20-го века самым грузонапряженным участком железной дороги в России и в мире становится участок от Чулымской до Омска. Его надо было срочно электрифицировать. Электрификация проходила поэтапно. Участок Чулымская и Новосибирск был сдан в эксплуатацию 25 октября 1951 года. Чулымская, Барабинск, 22 апреля 1954 года. Барабинск, Татарская, 17 октября 1954 года. Как раз в 50-м году начался монтаж контактной сети. Грохот стоял в общежитии, топот. Это значит, все уже знали, что контактников что-то случилось. Они бегут. Пешком не ходили, только все бегут. Приехал я в 52-м году, уже шли электровозы от Новосибирска до Чулымска. В Барабинском ИЧ с 85-го года, 5 декабря, по 2000-й, включительно, до ухода на пенсию, начальником энергоучастка. Строили жилье. Я старался вот их вселить, потому что заслужил человек. Старались все-таки им сделать доброе дело, потому что они очень много сделали. Исаенко Виктор Ахипович, Лебедь Иван Серафимович, Анисимов Владимир Иванович. Это у них я учился как у руководителей, наверное, так надо сказать. Ну, запомнил их на всю жизнь. Огромное им спасибо. Я проработал 40 лет в нашей участке. С 54-го по 93-й. Я вот работал, честное слово скажу вам, не за страх, а за совесть. За один, за два года практически заменили все опоры контактной сети на участке Татарской Барабицы. Я перешел, ну, поступил в энергоучасток в 56-м году и работал всю жизнь до пенсии. Где по жизни, где родился, там и пригодился. Когда стали впускать Татарский энергоучасток, я позвал на Татарский энергоучасток, на станцию Кириллзская. И первый раз, когда залез на лейтер, ну, такое ощущение, как бы, полета прекрасная. Мы все попали в первую очередь, как нас приехало, человек 15, попали на второй участок. И эта моя Кириллзская связала всю жизнь. Все мои лучшие годы прошли на станции Кириллзская. Так вот, я в 53-м году попал в электромонтажный поезд 701, который стоял в Барабинске. Лупов такой был, главный начальник этого поезда. Участок от Тибиской до Кирзинской мы монтировали, раскатывали провода. И первый изолятор что-то я ставил часа полтора. Потом быстро ставил, минут 15, изолятор готов. Большинство людей было, или электромонтеров новых, из техников. И по несколько человек на обоих прорабских пунктах было с Кузбасского участка. Ну, я помню тех людей, которые, ну, честно трудились на дистанции, заслужили свои награды. Ну, я награжден почетный железнодорожник, ветеран труда, бронзовую медалью ВДНХ СССР, лучший по профессии сети дорог. Почетного железнодорожника мне дали за добросовестный труд. У нас был замечательный прораб Семен Денисович Гайворон. Он тоже с Кузбасского участка. Вот он говорил нам, я из вас, говорят, из всех прорабов поделаю. То есть я еще захватил немножко локомобили, захватил эту старейшую технику. И весь, вся механизация. Полиспасты и проскаточный поезд. Тогда же как провода раскатывали на бровку пути, потом по консоли поднимали эти провода и уже с лейтера распутывали и на струнке вешали. И все под поездами. И вот меня сразу назначили начальником дистанции контактной сети Татарская. Первым было ЧК в Татарске. И уже 3 августа, 53 года мы попали сюда, прямо в Барабинское отделение. И вот с 54 года все время здесь. Происходил монтаж Барабинск-Татарская. И вот мы были на монтаже контактной сети на этом участке. Где-то в пределах зимы у нас появилась первая дразина ДМ. Ну как только поезд прошел, на душе радость. То есть железная дорога живет и двигается. Первый раз страшно было, когда на опору залезал. Опора все же 28 метров, высокая. Гордись, что есть и твоя частица в этой работе. Мастером тяговой подстанции Кабаклы. В Кабаклах я проработал примерно с 54 до 55 года. Затем начальник подстанции Кабаклы. Затем взяли в технический отдел, перевели, вернее, в технический отдел Татарского участка на высотнабжение. Месяца 3 я проработал там старшим инженером. Назначили меня начальником участка на высотнабжение Татарского. В 64-м году начальник отделения и начальник службы предложили мне начальником отдела электрификации Барабинского отделения. Проработал я до 90-го года начальником отдела электрификации. Работал электромонтером, электромехаником контактной сети. Меня поставили замом по контактной сети. 15 лет я проработал замом. Был у меня участок от Барабинска до Чулымской. В тягу подстанцию Маскар мы смонтировали на ртутных выпрямителей без дежурного персонала. Много опор поставлено здесь, но не мной лично, конечно, а цехом, которым я руководил. 165 парк поездов. Нагрузки были очень большие. Эта профессия осталась у меня на всю жизнь. Таким образом, к 1955 году дорога от Томска до Новосибирска была полностью электрифицирована. На постоянном токе 3,3 кВт. Электрификация главного хода продолжалась. В 1955 году было открыто движение поездов на участках Иссель-Куль-Омск, Омск-Фатарская. А в следующем, 1956 году, электрифицирован участок Называевская, Омск. Это явление подал ТМИИД, Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта. Окончил его и, не жалею, все правильно было. Направили меня на Омскую тогда дорогу станции Валерина. Потом назначили начальником тяговой подстанции Густафьева. Потом, в 1964 году, меня перевели начальником энергоучастка Иссель-Кульского. 12 лет я там работал и 12 лет, наряду с обеспечением эксплуатации, пропуска поездов, занимался реконструкцией. Монтировали мы Омский узел, Московку, Московка-Омск, станции Омск, частично Карбышев-1. В 1953 году, в ноябре месяце, мы включили участок, значит, Московка-Омск-Куломзина, сейчас Карбышев-1, пустили электричку. У нас, значит, был начальник энергоучастка Валокалевский Николай Павлович. Это был грамотный человек. Ну и замочий был Вальтеменчий Язов. Я брал пример Кривошапов Виктора Александровича. Это был трудяга, такой, что для него, кроме работы, по-моему, ничего не существовало. Резервная лэп была построена, большое строительство жилья, гаражи были построены, это при нем, на участке Омск-Татарская. Тогда был еще однопутный участок, только еще планировали делать второй путь, Омск-Называевская. И мне вот пришлось, над резинкой ТД ездили. Устроился, натягивая под станцию Омск, где начал работать с 8 апреля 1954 года. Понравился вообще, как энергетика и вообще порядок, тот, который я увидел. Перешли потом с одних схем, с ртутных выпрямителей, допустим, на Кремнию выпрямители стали переходить. Новая техника появилась, это большое достижение было, достижение для труда, для рабочих, безопасность и все прочее. На работу в Называйский участок энергоснабжения. Работал техником, лаборатором, мастером ртутных выпрямителей, начальником ремонтно-ревизионного цеха, заместителем начальника энергоучастка. Внедрялась на предприятие новая технология обслуживания контактной сети, колонный метод обслуживания. Лучше работы, чем начальник дистанции электроснабжения в хозяйстве электрификации? Нет. Это самый хороший руководитель, потому что на руководителях дистанции электроснабжения держится все хозяйство электрификации. Пришел на работу я в ремонтно-ревизионный цех, который обслуживал работу тяговых подстанций селькульского хода. В 1964 году в конце месяца мы приняли напряжение на подстанцию входная. Это большая была подстанция, уже современного типа постройки. Монтажные работы, которые проходили, то есть то, что мы реконструировали, они давали богатейший опыт профессионализма, то есть подхода как монтеров, роста монтеров, так и электромеханика. Так я попал в Селькуль уже в качестве начальника подстанции, и Селькуль, где проработал 30 лет. Мы много занимались усилением, строили новые подстанции одноагрегатные, озеро Камысловское, 702-й поезд. Это вот самое светлое воспоминание в моей жизни. И считается, и сейчас считается, что самая грамотная энергетика – это железо дороги пришедшие. В 1957 году начаты работы по электрификации участка Новосибирск-Мариинск, которые завершились в 1959 году. Участки Новосибирск-Болотная, Болотная тайга осенью 1958 года, а участок Тайга-Мариинск осенью 1959 года. С этого момента часть Трансибирской магистрали, находящейся в пределах Западно-Сибирской дороги, была полностью переведена на электрическую тягу. В это время шла электрификация участка Болотная, Тайга-Мариинск. И вот Тайга-Мариинск мы сразу, то есть оборудование по проекту было поставлено еще по нулевым схемам, а мы сразу его не запускаем в эксплуатацию. Во время монтажа переделали на последовательную схему. А во время пуска мы вообще не спали по трое суток, по четверо. В кабинете у начальника на пол присел, уснул, и меня никто не мог разбудить. Вот, пришел. А в это время приехал Шепелев, этот замначальника. Ну, он идет, видит спящий. Это чего он тут, так сказать, у Иванова? Подбежал, не трогайте, не трогайте. Он четвертые сутки. Работал я, когда пришел, это был замначальника участка Лукьянчиков Владимир Васильевич. Особенно запомнился о Хальшевске, свой чисто, честностью, работоспособностью и отдачей всех сил электрификации. Электрификация была от Болотной до Тайги, 58-й год, а 59-й год от Тайги до Мариинска. В 59-м году, в апреле месяце, ну, мне, старшему инженеру службы, предложили ни больше, ни меньше, как донос начальника энергоучастка. Ситуация была такая. Участок пущен, но столько недоделок, столько огрехов, что, наверное, просто, может быть, не было согласного товарища на эту должность. А потом начались выходы выпрямительных агрегатов на Сокури, потом у нас Машкова, потом в этом Бояши, ничего не могли поделать. И вот мы с Макаровым поехали на восстановление этих выпрямительных агрегатов до самой Тайги. И сразу на четырех подстанциях четыре агрегата ввели. После этого даже благодарность начальник дороги объявил за вот такое активное восстановление оборудования. Когда я был в ИЧ, мы у себя на тягу подстанции Аяш впервые на дороге сделали последовательную схему соединения вентилей. И таким образом мы сразу же ушли от обратных зажиганий. Это где-то в 62-й год. Это вот начальник лаборатории был у нас. Волков Николай Никитич у меня, начальник МРЦ. Вот тогда мы эту схему предложили, и она практически тогда пошла по всей дороге. Дело было новое, интересное. Мы занимались рационализацией самым капитальным образом. Сейчас никакой ртути нету. Есть кремниевый выпрямитель, который вообще работает без отказа. В то время механизация какая была? Лошадь, Калька. Зундан Иван Антонович был возчиком. И машина ГАЗ-164. Шофером был Гиричев Николай Ильич в то время. Вот и вся была механизация. И дрезина ДМ. Опоры железобетонные на этом участке уже у нас ставились. Было 33 национальности в энергоучастке. Пришла я сюда и сразу прикипела душой. Это с двухчасового окно, да это счастье было для контактников. Люди, пришедшие, один раз сюда прописывались навсегда. То есть вот эту вот вставку пятиметровую в контактную сеть, вот мы делали, я вот с шумонтером когда работал, за 15 минут. А перед пуском, я помню, что я ездила вместе на электровозе, и мы проверяли зигзаги там, значит, все до Мариинска. Памфель с нами на электровозе ели. Ну, в общем, много интересного очень. Первыми наставниками моими было, конечно, Давид Михайлович Ремер. Я рассказывала уже, что он даже наш, вплоть до уборщицы, преподавал нам экономику после работы. Называлось учись хозяйствовать. В Тагинском энергоучастке я начал работу электромехаником по постам секционирования. Ощущение, вот когда включаешь, ждешь прям вот, ой, ну, хоть бы все хорошо получилось. Сейчас начинается обновление, вторая жизнь, как второе дыхание, то есть пришло. А сейчас вот все, нам начинать, молодежь уже будет продолжать. Люди это, они делают ведь историю. В 1957 году введен в эксплуатацию электрифицированный участок Белово-Промышленное. В ноябрю 1961 года был электрифицирован участок Инская-Тагучин-Промышленное. С большой теплотой вспоминаю середину 60-х годов, когда страна была на подъеме, когда везде царил дух соревнования, проводились различные конкурсы, различные обучения. Работа в Инском участке началась с пуска, с подготовки к пуску, вернее, к узбасскому хода. Это Инская-Тагучин. Попал я уже переводом в Новосибирский участок на станцию Инская. И вот там я прошел эту порядочную школу. Станция большая, схема секционирования сложная была. Ну, через два года меня уже назначили бригадиром в 55-м году. Если человек хочет стать более-менее хорошим специалистом, он обязательно должен пройти школу наладки. То есть строительство, монтажа, наладки и эксплуатации. Предложили мне поехать на вновь электрифицированный участок Белово-Промышленное на станции Игазова. Значит, довольно трудно пришлось, полгода примерно первых, пока напряжение не было подано в контактную сеть. Значит, работали в основном с теми системами, которые будут под напряжением. Это изоляторы, провода. В 2008 году меня напутствовал, как говорится, начальник участка в ту пору был Михаил Николаевич Малоок. Начальник ремонт-призионного цеха Грачев Виталий Алексеевич. И он сразу, как я пришел, вот так вот, ты будешь механиком портутным упрямителем. И вот в институтном участке в АРАЦе я был первым механиком портутным упрямителем. Было предложено пойти в Черепаново на парк стыкования. Начальник района контактности, или тогда дистанции контактности, который был в то время в Черепаново, Путков. Вот как здесь в АРАЦ Грачев тянул, учил, так там Путков учил понять, что такое контактная сеть. И надо тогда сказать, что я действительно понял, что контактная сеть это совсем далеко, не так просто, как кажется, глядя внешне. Значит, на пору залезешь, вот пока все недоделки не устранил на ней, на заземленной части, вот полсуток сидишь на одной опоре. Не полсуток, полурабочего дня. Следующий полурабочего дня на следующей опоре. Появилось желание переехать в Астану нынешнюю, в Цирноград по-старому. И не получилось. Вот я, насколько понял, Леонид Семенович Панфель сделал все, чтобы задержать людей. Но он задерживал людей, зачем он будет готовые кадры терять? Знаешь, что, давай, говорит, езжай-ка ты в Новокузнецк. Там строится завод западно-сибирский, там есть район контакт на сети. Ты уже стал контактником. Я, говорит, знаю, ты уже стал контактником. Чего не будешь знать, выучишь. Это 39,5 лет проработал на западно-сибирской дороге. И только на дороге больше не был ни в какой другой отрасли. Пошел, пошел! Раздаются радостные возбужденные возгласы. Лица у людей счастливые. Это знаменательное событие произошло 29 сентября 1963 года, когда со станции Алтайская до станции Артышта прошел первый электровоз. А 4 ноября того же года первый грузовой поезд ВЛ-60 отправился из Барнаула в Черепаново. Эта дорога была во многом первая. Первая электрифицированная на Алтае. Первая на западно-сибирской дороге, которая работала на переменном токе. Она впервые связала Алтайскую энергосистему с более мощными энергосистемами Кузбасской и Новосибирской. Ну вот я там работал, потом начальником дистанции контактной сети, замы Че Чулымского. И началась электрификация. Продумали начинать электрификацию здесь, на Алтайском отделении. Был я за ночь, у меня было 13 выговоров заразных. Чуть-чуть задержишь, стык был, Томская и Омская дорога, чуть-чуть поезда задержались, небольшие повреждения. Или к МОДу, или к начальнику дороги, 13 выговоров. Одним приказом начальник дороги Никольский снял с меня стены выговоров и назначил сюда начальником Барнаульского энергоучастка. 13-м тут было... Было НОД, так называемое, были начальники отделов, а потом сделали впервые на сети дорог энергоучастки, в том числе от электрификсирования. Этот участок Барнаульский обслуживал направления Черепаново, Барнаул, Артышта, Бейск, Рубцовск. 20 электростанций было. Вот нам надо было сделать электрификацию, закрыть электростанции и новый участок. Вот рождался участок Алтайский, в недрах Барнаульского энергоучастка. Приехали молодые, значит, и старых работников мы брали, с Чувыемского, с Новосибирского участка, и в том числе молодежь. С техник мы приехали, с Тагинского много, с института Томского. Брунич запомнился мне, Иван Сергеевич, это первый наш начальник. Они вот так как ввалились к нему, и все выстроились по дуге, 13 человек. А он был в белоснежной рубахе, так закатанные рукава. У него голубые глаза, вот такая богатая шевелюра. Мы даже это сначала оторопили, говорим, то ли артист какой здесь сидит. По сути дела, кадром электрификации мы закрыли многие участки дороги. Я вот благодарю, конечно, судьбе своей, что такой у меня командир был Иван Сергеевич Брунич, который был наставником. Ну, я пожелаю, чтобы энергоучасток и впредь оставался, я думаю, так и будет в числе передовых. В 80-м году я переехал на Алтай по предложению руководства Западно-Сибирской уже железной дороги. Эти годы были, ну, называли так, особо интенсивно развивающиеся. Это абсолютно новые условия труда машинистов. Это совершенно новые устройства СЦБ. Это одновременно с электрификацией все перестраивалось. Ты понимаешь, что если тебе ночью не позвонили, если тебя не разбудили, значит, вот этот конвейер наш, который, он не должен никогда останавливаться, он не остановился, значит, все, что кому нужно, туда будет довезено в срок. Большую роль в организации опыта электрификации, в внедрении опыта электрификации на переменном токе на Западно-Сибирской дороге внес Нудненко Евгений Прокорчич. Он, так сказать, приехал уже опытным электрификатором и все силы отдавал обучению людей. Евгений Прокопич был старший энерго-диспетчер. Хороший начальник, хороший диспетчер, грамотный. Всегда можно согласовать, спокойно, даже если ты как диспетчер что-то не так, он тебе подскажет, он тебе поможет. Вот, понимаете, вот он человек, вот он какой сейчас, вот здесь он всегда был такой, доброжелательный, без ругачки, спокойный. Приехал на Западно-Сибирскую, как раз на переменном токе электрифицировали Барнаул-Черепаново. Алтайская артышта уже был сдан. Методы известны, но впервые на Западно-Сибирской был применен вот этот метод плавки гололеда именно у нас и именно мною тогда. На сегодня 73-го года по настоящее время работаю в Алтайской дистанции электроснабжения уже более 30 лет. Считались это были сложные, трудные, но как праздник, когда первое напряжение принимают на подстанцию. Мне пришлось вот в Шпагино, в ночную смену принимать напряжение 220 кВт. Мы даже поднимались на прожекторную мачту, чтобы увидеть этот первый электровоз. Работали бригады, хорошо работали, конечно, честно мы работали. Подавала я первое напряжение в контактную сеть, это участок у нас Алтайская-Черепаново. И до мной ходят генералы, Панфель, начальник дороги. Тут новый участок на переменном токе. Он был первый участок на Западно-Сибирской железной дороге. Особые люди, значит, закалкой. Коллектив Алтайского участка электроснабжения на Западно-Сибирской железной дороге назвали кузницей кадров. С нашего коллектива довольно много кадров ушли на повышение руководителями предприятий. В Томск, в Камни-на-Абии Степанов, значит, по сути дела, выросший у нас из электромонтеров до инженера и руководителя высокого класса. В Калининграде Лепчанский, руководитель, начальник энергоучастка. Это выезжали на Каменский энергоучасток, на Иртышский энергоучасток направляли специалистов, на другие участки направляли специалистов. И нашему коллективу давали звание «Коллектив быстрого реагирования». У меня здесь вот судьба свела, вот, я говорю, это было, наверное, какое-то счастье в жизни, это с Вейсманом. Вейсман, это я знала еще по институту, ну, как он был старше, года на три. И когда были соревнования, он занимался левкатлетикой. И вот он почему-то казался, он среднего роста, но были легкие, это были такие вот, высокого были. И вот когда он бежал, то всем казалось, что у него ноги прям растягивались чуть ли не параллельно, он такие шаги широкие едят. И вот этих могучих здоровья, спортсменов, он обходил. У Вейсмана очень трудная была здесь функция. Он был неосвобожденным, неосвобожденным. Все, что он пошел, это такая огромная работа, это столько, у него отнимало сил. И началась электрификация же, это все было на нем, как вот он успевал. И этого еще было мало. Он нарвался и сюда, он нарвался и туда, но самое главное, чтобы он не успевал, он все равно все делал качественно и был очень человеком внимательным. И вот, скажите, вот эта лыжная база, кстати, это его детище. Как его хватало на все вот такие дела, это просто было удивительно. Эпитетами награждал, такой, такая, такая, и в конце, да, старший инженер, пойдешь ты, я говорю, как же я, нет, я с тобой буду, но ты и пойдешь. И вот он, вот, к специалисту, да-да-да, и там вооружился всеми этими учебниками, вот этими правилами, пунктами всеми. И вот, знаете, они доказывают, и ты доказываешь. Ну, была арбитра, как говорится, кто кого, ну ничего, мы свои отстояли. Изумительный был руководитель Владлен Владимирович Вейсман, начальник отдела электрификации. Это такая умница, скромный, тактичный. Вы знаете, вот на железной дороге так есть такое вот, ну, может, негласно, но любят крепкое слово употребить, когда там разносят и прочее. Никогда этого я не слышал. Но изумительный был технически грамотный человек. Вот, кроме язвива, я ничего от него не слышал. 30 ноября 1963 года сдан в эксплуатацию участок Новокузнецк-Междуреченск. Станция монтировалась, сама станция строилась, контактная сеть монтировалась. Работа, в общем-то, довольно интересная. У нас расширялась станция, у нас Междуреченск станция, это парк стыкования, переменная постоянная тока, это граница двух дорог у нас, Красноярская и нашей дороги. В то время, значит, шла у нас реконструкция станции, Междуреченск производили, расширение строили, новые пункты группировок, электрифицировали новые пути. Ну вот, с 1963 года по 1968 год я работал там. Делали реконструкцию станции Междуреченск, все это делали своими руками. Началось внедрение телемеханики, заработал электромехаником, старшим электромехаником. С 1 октября 1964 года вот здесь, в Новокузнецке, и по настоящее время. Период с 1966 по 1970 год был электрифицирован на 719 километров линий, в том числе Тайга-Томск, Новокузнецк-Таштагол и Юрга-Топки-Кемерово-Ленинск-Кузнецкий. В 1968 году, 2 апреля я приехал сюда. Тусвой приступил к работе. Ну, сначала был куратором строительства, контролировал установку, строил Кузбасс-Транстрой. Здесь работал СМП-154, монтажный поезд. В Топках был строительное управление 19-го, 19-е, и в Артыште было строительное управление 831-е. Вот эти вот три поезда работали на электрификации нашей дистанции. Дистанция считалась от Юрги-Второй, Юрга-Вторая была уже электрифицирована давно, в 1959 году совместно с Тайгинским участком. Ну, а потом вот от Юрги-Второй Топки-Ленинск-Кузнецкий, это здесь 200 километров, и ответвление сюда на Кемерово, 40 километров. Вот такой был начало этого дела. Значит, вот я один пока курировал и строительство тяговых подстанций, и контактной сети. До 89-го года, ну, почти 10 лет я руководил цехом. Все равно у нас цех замечательный был, сильный, у нас и релейная защита хорошо работала. Ветеранам нашим здоровья и еще жизни, и если у кого есть возможность. Хотя, да, многие, у них очень большой опыт, очень большой опыт, особенно у контактников, чтобы, если к ним обращается молодежь, они делились, делились своими знаниями. Примечательно, что в пусконаладочных работах устройств электроснабжения принимали участие выпускники бывшего Томского электромеханического института и инженера железнодорожного транспорта. В их числе Николай Никитич Волков, начальник дорожно-электротехнической лаборатории. О том, с каким энтузиазмом трудились в предпусковой период уже опытные к тому времени инженеры-специалисты, можно было судить по такому факту. Товарищи по работе Николая Никитича дружески называли наш Павел Корчагин. Очень хорошо вспоминаю, с благодарностью вспоминаю Волкова, Свящева. Я им очень благодарен, тогда, когда пускали, как бы это впервые участок здесь пускался. И они, как сейчас помню, Волков почти целую неделю жил в Ленинск-Кузнецке, я тогда там был начальником тяговой подстанции. И вместе мы с ним занимались, там никак не шел силовой трансформатор, не работала защита. Грамотные, умные, бежливые, культурные люди. Среди них мне бы хотелось отметить Мартыненко Владимира Афанасьевича. Он был заместителем у меня. Значит, толковый контактник. В это время у нас началась электрификация железной дороги Новокузнец-Таштагол. Первый участок был сдан в 1969 году и был пропущен первый электропоезд до станции Мундебаш. Электропоезд первый утром шел. Мы всю ночь работали, а утром электропоезд уже шел. Там ехал начальник отделения дороги Кузнецов. Ну и мы там ехали тоже. Ну а пуск был аврал, естественно. Все всю ночь работали последние, чтобы только пуск сделать в 1969 году. Сюда 16 декабря 1969 года приехала в Томск. Мороз от 42 до 46. Тяговая подстанция еще только монтаж. Опять попала на монтаж. Квартир не было, потому что у нас в вагончиках. Мы жили здесь, когда я перевелся. Тоже электрификация начала, паровозы. Кругом надо же ее делать полностью, электрификация. И жили где-то, ну, с год мы жили в вагончик. Потом нам дали квартиры в депо. В депо квартиры дали. Ну там старый или техникум был, Сезаванин. Как мы называем, караван-сарай был. То есть 27 декабря приняли напряжение на шины 35 кВт. Вот. И через сутки, где-то так, наверное, уже подали напряжение в контактную сеть. Работала тяговая подстанция Томск-2 и Тайгинская тяговая подстанция. Вот такое было плечо. Остальные подстанции ремонтировались. Как интересно работать было на новой подстанции. Вся документация на месте. Люди все в одинаковом положении. С Беловского участка много людей пришло, моих знакомых. Я приглашал их просто сюда на работу. Планерки проходилось первое время под открытым небом делать. А перрон в Кемерово был построен по габариту 1С, по-моему. И электричка не влазила. Она поцарапала бокал у себя. Не могу не вспомнить Севолова Геннадия Васильевича. Это начальник ремонта резидентного участка. Умница. Целая династия. Не династия, а два брата и сестра работали в дистанции. Это умнейшие люди. Вот мы, молодые специалисты, я, моя жена Веревкин, приехали туда и начали свою трудовую деятельность в Кузнецкой дистанции в электроснабжении. Сюда я приехал старшим электромехаником в Тайгинский участок энергоснабжения. Ну, а находился в Кемерово. То есть сюда я приехал, будем говорить, из электрификаторов самый первый. Ируга Топки Ленинск-Кузнецкий. В 69-м году мы сюда приехали. Ну и начали работу. Все начинали с нуля. Конечно, были годы молодые. Было интересно очень. Были совместно с монтажниками. И монтаж проводили, и потом испытания, наладку. Я вот вспоминаю, подшивали на Владимира Ивановича. Старейший работник. Мы на них смотрели, я смотрел на него как на бога. Он все время ходил по контактной сети, выявлял там неисправности. Намечали планы, как повысить надежность. И все практически так получалось, так, как он намечал. Первый локомотив в 70-м году пускали. Мы как раз в ночь. Это, конечно, было большое событие. Как раз здесь электрички первые, электровозы первые пошли, электричку первую пустили. Все это на мои глаза происходило. Когда уже сделали горячую обкатку, уже, как говорится, сердце, сердечко уже нормальное. Ой, Виктор Дмитриевич Барков, это вообще, Анатолий Михайлович Черяков, это мои любимые люди. И вот с этими людьми можно было говорить обо всем. И мы, они были очень надежные, очень, очень, очень грамотные, очень тактичные, очень интересные во всех отношениях. Начали электрифицировать участок от Новокузнецка, до Таштагола. Первым начальником дистанции электрособжения был назначен Исаенко Виктор Архипович. В 69-м году как раз шла электрификация участка Новокузнецк-Таштагол. И я туда переехал. И в ноябре стал начальником Колтанского участка Энергоснабжения. В 73-м году переехал в Новосибирск и работал главным инженером службы электрификации. У меня наставники это были Орлов Юрий Николаевич. Он у нас был начальником. И он так нам говорил. Мои глаза, мои глаза, мой ум, а ваши руки. А мы если делаем, мы делаем. Мы зашли, допустим, в любую оборонную ячейку, мы делаем от и до. В 70-м году был сдан второй участок Мундебаша до Таштагола. Колтанский энергоучасток, потом нас объединили с Новокузнецким энергоучастком. Ну а практически для нас это что? Только смена руководства. Мы как работали, так свое дело делали. Без всяких там красивых слов, действительно, что он с удовольствием на работу. Вот в январе 70-го года по предложению Олега Дмитриевича Макарова поехал я в Томск. И в Томске вот тут трудную, как раз за зиму, участок новый, народ приезжий, жилья нету. Ни гаража, ни здания не было, резина на улице. Ну, короче говоря, одна машинка была, газ 51, это летучка. Все было как обычно. Работали, не поглотая рук. Надо было все делать. Топили печку просто сами жить, чтобы ночевать. Вагончики жили. Ну, сами понимаете, свечку топили в купе, чтобы тепло было. Принимал под монтаж контактную сеть, тягу под станцией. В 71-м году я перевелся в Кемеровский энергоучасток. Начальником энергоучастка был и в Прокопьевске в последнее время Беданце Виктор Николаевич. И здесь тоже он был начальником энергоучастка. Мне нравился Виктор Николаевич. Энергичный, решительный, знающий свое дело. Человек. Я уважал его. Я вот помню, мы в свое время, когда еще работали, вот, Верьевкин, Барков, все вот раньше еще, как помню, Цихман, который был еще давно, много лет. Люди, они в то время относились со всей душой к работе. Со всей честностью и справедливостью. Что оказывается, железная дорога – это цепь. И каждый, каждый абсолютно, это звено, самое важное в этой цепи. Любой не сработает, и цепь порвется. Стоп, а что я говорю? Я дома! Я на своей подстанции, которую я люблю безумно. Я с удовольствием встречаюсь со всеми, кто у нас работал. Добрым словом, всех вспоминаю. И энтузиазма побольше. Гореть. На работе надо гореть. Электрификация Среднесибирского хода на переменном токе участков Среднесибирская, Камень-Наби, Карасук, Иртышская началась в 1978 году и была закончена в 1980. В том же 80-м был сдан в эксплуатацию участок на постоянном токе Иртышская, Карбышева. Таким образом, угольный Кузбасс соединил электрификации с главным ходом Транссиба Западно-Сибирской железной дороги. Ну, электрификация началась в 79-м году, а вообще-то это уже строительство. А подготовительные работы, проектные изыскания это где-то 75-76 год. У нас стердилась сразу команда. Это рассказывал начальник, заместитель Степанов Григорий Федорович и я. И в 1978 году здесь на Среднесибирском ходу началось строительство электрифицированных... Началась электрификация, в принципе. И меня начальник службы электроснабжения Панфель пригласил сюда на работу. И здесь пришлось очень много работать, как в области наладки всего оборудования и также работы с кадрами, потому что кадры приходили со всех разных предприятий. Строительную часть делали в основном Алтай-Транстрой поезда и большую часть вот здесь, в Каменске, строительно-монтажный поезд 393. Действительно, разгрузка нашей части железной дороги у нас вообще было это узкое очень место. Иртышская была такая глухая станция, но после электрификации ее не узнать. Первоначально пришлось монтировать участок, выезжать, начиная от подстанции Новоселецк, Старела, Амре, Жатва, Любовка, Талабкер. И пришлось особенно попотеть на подстанции Иртышская. Когда началась электрификация Иртышского хода, мы здесь очень большую работу коллектив проделал. Ну, за время работы 40 с лишним лет пришлось проработать при пуске, будем говорить, вторых путей в начале Иртышского направления. Сетевый район обслуживал до Иртышской, от входной до Иртышской. От Камня до Световской подали напряжение в контактную сеть. И здесь начали как полигон для обучения машинистов, электровозов. Ну, первый электровоз прошел где-то в 80-м году, в январе месяце. Я работал с энергодиспетчером, начал, или как, я работал в Иртышской дистанции электроснабжения, или участок, или энергоснабжения был раньше. В 79-м году, значит, по рекомендации службы, вот это Нудненко, Панфель, вот, они порекомендовали мне на место электрификации Среднесибирского хода, значит, переехать старшим диспетчером. Панфель звонил, говорит, ну ты что там сидишь? Я говорю, о чем мне делать? Я тебя что-то сидеть послал. Все на участок, готовьте схемы, готовьте, проверяйте все схемы, вы знакомитесь с устройствами. Сам факт, что пошел электровоз, это, конечно, был праздник. Случай был интересный. Начальник отделения был, Кондрат Лаврентьевич Николаичук. Нудненко Евгений Прокопьев, сидим мы в отделении дороги, значит, вот, надо подавать напряжение со Среднесибирской до Сузуна. Значит, Нудненко говорит, наверное, надо сказать ноду, все же неудобно. Нод, как без него подавать напряжение, звонит, говорит, Кондрат Лаврентьевич, подаем напряжение со СССР на первый раз в контактную сеть и будем пускать первый электровоз. Он говорит, а что, днем нельзя было подать, почему ночью? Здесь я получил квартиру, получил, внешне дорога все дала. Было сложно, трудно, может быть, когда особенно пуски были, но зато интересно. В 80-м году уже то же самое, в декабре подавали напряжение до Карасука. На всей железной дороге я с 75-го года, с 75-го года, работаю по сегодняшний день. Работал, наверное, я, ну, меньше года на электрификации и пришел в Каменскую дистанцию электроснабжения. Первый начальник дистанции у меня был Рассказов Николай Кириллович. Уходишь с работы, поезда идут, ночью ни одного звонка нет. Днем выходишь, поезда идут. Ну и тут есть, конечно, гордость за людей, которые вложили свой труд в надежную, безаварийную работу железнодорожного электрифицированного транспорта. Молодежи больше набирать, научиться. Главное учиться. Я говорю, мы, которые, ребята, приходят молодые, еще моложе нас, мы сделаем на самом деле все, чтобы ветераны наши нами гордились. Ну, вполне по силам. Наверное, не уронить то, что они создали. Но не только коренные изменения произошли на транспорте в связи с электрификацией. Какие преимущества получили жители, прилегающие к железной дороге районов, нет необходимости доказывать. Это известно и понятно всем. Благодаря электрификации у нас и все же станции, и поселки получили более надежное электроснабжение. Ляжил этот Среднесибирский ход. Была предоставлена работа людям. Теперь пришел чистый транспорт. С электрификацией железной дороги были электрифицированы Тольменский район, Первомайский, Сорокинский, Залесовский район. С электрификацией железной дороги близ лежащие поселки получили электрическую энергию. Электроэнергия – это и свет в хирургическом отделении, в больнице, и в родильном отделении. Это на вокзале, где очень много бывает пассажиров, которых без света тоже нельзя оставить. И прочее, прочее. То есть это очень ответственно. Это было, конечно, после паровозов, после всего этого дыма, копоти, это было что-то потрясающее. В энергетики пошел. Там что-то такое есть необъяснимое, что туда привлекло. Да, меня электрификация на меня заворожила. Эта электрификация, ну, сильно встряхнула, изменила жизнь. Без энергетики не было бы ни электроснабжения, ни электрификации. Всегда было такое впечатление – скорость небольшой, но сядешь в электричку, вот это да. Электрификация – это же прогресс. Когда в Алгаине включили свет, там, говорит, весь поселок пил и плясал. Автоматы полностью подали напряжение, и комиссия все, значит, ура. Такого скоростного движения не было бы без энергетиков. Вся жизнь отдана электрификации. Я думаю, что вот будущее все-таки еще за электрификацией, она еще постоит. Западно-Сибирская железная дорога в настоящее время – это часть могучей полноводной реки Транссиба. Она пересекает территорию Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, а ее притоки протекают по Томской области и Алтайскому краю. Западно-Сибирская железная дорога обладает одной из самых протяженных в России сетью электрифицированных железных дорог. Сама электрификация, она останется на всю жизнь. Это был вообще переворот вообще в жизни дороги. Появились какие-то новые предприятия. Стало, изменился совершенно труд у локомотивщиков. Где-то минут 10-15 стука нет колес. Как-то за душу скребет, ну что это такое. Ну как только поезд прошел, на душе радость. То есть железная дорога живет и двигается. Электрификацию можно назвать стержнем технического прогресса и развития железных дорог России. Эксплуатацию устройств электроснабжения осуществляют 13 дистанций электроснабжения. Одна из них, Барнаульская, обслуживает только устройства энергетического хозяйства. Было 34 мелких электростанций. На Бельском направлении было их 6 штук, тоже мелких электростанций. Очень построили линию Алтайская, Биск, ну половину этой линии, да, Овчинникова своими силами. Транспорта вообще не было, лошадь была, электронной связи не было, считай, все время. Имели связь постанционную. В состав этих дистанций входит 96 районов контактной сети, 26 районов электрических сетей, 198 тяговых подстанций, 4 станции стыкования постоянного и переменного тока. Это Артышта-2, Черепаново, Междуреченск, Иртышская, которая является одной из крупнейших на сети электрифицированных железных дорог России. Оперативное управление всем хозяйством электрификации дороги осуществляет 28 энергодиспетчерских кругов и один центральный энергодиспетчерский пункт. Все объекты электрифицированных участков переведены с телеуправления на микропроцессорную технику. Развернутая длина контактной сети составляет 11 794 километра, в том числе на переменном токе 2721 километра. Эксплуатационная длина электрифицированных участков составляет 4124 километра, в том числе на переменном токе 953 километра, что составляет более 70% от общей эксплуатационной длины дороги. 163 931 опора контактной сети, в том числе 18 201 опора металлические, 339 преобразовательных агрегатов, в том числе 213 12-пульсовых, 10 инверторов, автопарк 292 единицы, моторно-рельсовый транспорт 125 единиц. В составе хозяйства имеются дорожные электромеханические мастерские, дорожная электротехническая лаборатория, два вагона по испытанию контактной сети, почти 90% всех грузоперевозок на западно-сибирской железной дороге осуществляются на электротяге. Общая переработка электроэнергии за 2007 год составила 7,3 миллиарда киловатт-часов. Из них 4,6 миллиарда киловатт-часов на тягу поездов. Для сравнения скажем, что за первый год эксплуатации участка Белова-Новокузнецк было переработано 50 миллионов киловатт-часов, в том числе более 35 миллионов киловатт-часов на тягу поездов. Потребление электроэнергии за год на 1 километр эксплуатационной длины электрифицированных участков на тягу поездов за 2007 год увеличилось по сравнению с 1937 годом в 146 раз. Большая часть истории электрификации дороги связана с именем Леонида Семеновича Панфеля, при непосредственном участии которого электрифицирована одна десятая часть железной дорог страны. Он возглавил службу в 1959 году и проработал в этой должности 32 года. Леонид Семенович – человек творческого плана. Он всегда был в поисках передового, прогрессивного. На его счету 4 изобретения и много рационализаторских предложений, которые были внедрены в производство. Леонид Семенович – кандидат технических наук. За высокие достижения в труде имеет несколько правительственных наград, в том числе Орден Трудового Красного Знания. Знак почета – почетный железнодорожник. О своих трудовых заслугах Леонид Семенович упоминал очень скромно, но всегда связывал их с коллективом. Внимательное, взвешенное отношение к подбору кадров помогло ему сформировать сильную работоспособную команду. Леонида Семеновича можно по праву назвать учителем для многих специалистов, связавших свою жизнь с электрификацией. Панфель Леонид Семенович, он очень долго работал начальником службы. И так, ну если не сильно официально сказать, мне казалось, что она уже могла бы ему надоесть, эта работа. Ну, я смотрел, с каким он задором, с каким он интересом эту работу делал. Я многому у него научился. И он, вы знаете, вот, казалось бы, когда долго работаешь на одной должности, как артиллеристы говорят, глаз замыливается от длительной стрельбы. А вот этого не чувствовалось. То есть он все время пытался работников, вот, творчески направить работу. Он очень опытный электрификатор. Он и мне помогал. Ну, большую помощь оказывал, конечно, Панфель Леонид Семенович. И вот отдельно хочу выразить просто добрым словом был Леонид Семенович Николай Павлович. Это постоянный у нас был, как говорится, человек, которому можно в любое время позвонить, и он окажет помощь. Начальник службы Панфель, тот вообще, это легенда западно-сибирской железной дороги, электрофикатор. Он самый молодой, носить этот урок был начальником службы. Уважаемый человек. Какое-то благоговение к таким людям, он был очень интеллигентный. Никогда не накритит, не нагрубит. Значит, требовательный был, очень требовательный. Человеком, перед которым, вообще говоря, я восхищаюсь. Панфель Леонид Семенович. Ой, это же тоже уникальный такой, универсальный совершенно человек. По имя-отчеству, только в глаза посмотрит, и кто такой ИЧК называл. Как это он умудрялся, не знаю, но это был замечательный человек. Панфель нравился Леонид Семенович. Всегда мы, когда он звонит, мы всегда готовы были, обязательно задаст какой-нибудь такой вопрос. По инструкции, ничего не будет. У меня о Панфеле сложилось очень-очень хорошее мнение. И оно не только мое. Это интеллигентный, спокойный, выдержанный человек, очень грамотный человек. И причем уважающая личность человека. Очень благодарен начальнику службы Леонид Семеновичу Панфелю, который был для нас ориентиром, прекрасным руководителем, знающим инженером и вообще человеческим руководителем. Он был требовательным, спуску не давал и заботился о нас не только. Всегда надо думать о людях. Всегда надо относиться к ним с уважением. Прежде всего, я пожелал бы им здоровья, благополучия материального, хороших друзей, крепких семей и большого человеческого счастья. В эти годы происходило постоянное наращивание объемов перевозок. Размеры движения на участке Омск-Новосибирск превысили самые высокие мировые показатели. Проектных мощностей для обеспечения электротяги не хватало. Поэтому приоритетное значение в хозяйстве электроснабжения на Западно-Сибирской железной дороге приобрела разработка и внедрение новой техники и технологий. Для решения инженерных задач в 1960 году по предложению Леонида Семеновича была создана Дорожно-электротехническая лаборатория. Создание лаборатории было одобрено Главным управлением электрификации МПС и получило распространение на сети дорог. Первым ее руководителем стал молодой, талантливый инженер Волков Николай Дникитич, который возглавлял лабораторию в течение 30 лет. Заочно окончил аспирантуру, но по определенным обстоятельствам не смог защитить диссертацию, хотя все работники дороги хозяйства электрификации называли его доктором технических наук. Многие научные разработки и технические предложения Дорожно-электротехнической лаборатории Западно-Сибирской железной дороги получили широкое распространение на всех электрифицированных участках железных дорог СССР. Новый руководитель, начальник службы, Панфель Леонид Семенович, вот он и организовал лабораторию. Мы создали впервые лабораторию при Новосибирском участке энергоснабжения. Разработки лаборатории, такие как фильтр Маценко, разработки режимные Волково. Много было сделано по контактной сети. Работники дорожной лаборатории были наладчиками, как бы наладчиками оборудования. Мы занимались в основном на всех электрифицированных участках наладкой тяговых подстанций. Именно монтажники монтировали, а мы отлаживали и пускали эти подстанции в эксплуатацию. Без диссертации, но его можно назвать доктором технических наук, Николай Никитич Волков был. Он был первым начальником нашей лаборатории, которую организовали. Ну, огромное спасибо Николаю Никитичу, ныне покойному. Вот он очень серьезный был инженер, и, к сожалению, он не защитил диссертацию, но это был очень серьезный инженер. То есть он, конечно, достоин был кандидатской, может быть, и больших степеней. Но это настолько был грамотный технический человек, любые повреждения, любые новинки какие-то бы не внедрялись, он всегда вот творчески как-то оценивал. Очень много внес таких предложений, которые повышали надежность работы устройств, как контактной сети, так и на тяговых подстанциях. Я считаю, что на сети дорог – это один из сильнейших специалистов. Это Волков Николай Никитич. В лаборатории, в дорожной, ну, так как сам Панфель был профессор, и у него там в дорожной лаборатории были уникальные кадры. У него все были там и кандидаты, и профессора, и вот Кузнецов был там начальник, Волков. Кто-то защищается там из кандидатскую или докторскую диссертацию. Им важно было получить отзыв именно с западно-сибирской железной дороги, от Панфеля и от Волкова. Это первый был у меня руководитель, начальник лаборатории электротенетической Николай Никитич Волков, который учил работать, думать и внедрять те новшества, которые были разработаны, ну, АМИИ там, ЦМПС, и мы эти все разработки внедряли. Волков, Свящев, это все добрейшие люди, добросовестные люди, очень вежливые, культурные. Это были годы как раз вот этой хрущевской оттепели, когда можно было делать все. Вот сейчас это невозможно сделать. А тогда, будучи начальником цеха, я пришел к начальнику участка и сказал, я не хочу работать по имеющемуся штатному расписанию. Вот есть у меня фонд заработной платы, и дайте штатное расписание в пределах этого фонда, я буду составлять сам. Какой разряд, какому монтеру, что дать и так далее и тому подобное. И мне разрешили. В 1985 году я закончил заочно институт и перешел работать в дорожную электротехническую лабораторию, в которой работаю до этого времени, а в должности начальника лаборатории. Наши работники – это в основном выпускники ОМГУПСа, причем в лабораторию мы несколько лет, в течение нескольких лет принимаем лучших выпускников. Четверо у нас учатся сейчас в аспирантуре, двое со степенью ученой. Совместно с ОМГУПСом мы создали устройство раздела питания, которое позволяло в периоды малых нагрузок делить контактную сеть, то есть препятствовать протеканию уравнительных токов. И нашла применение на сети дорог, на дальневосточной дороге эти устройства, на Красноярской дороге, на Восточно-Сибирской. Ну, сейчас много задач решаем. То есть, такие текущие проблемы – это диагностика состояния контактной сети, значит, расчет пропускной способности по устройствам электроснабжения. Мы всю дорогу обсчитываем, как на участках постоянного переменного тока. Хозяйство электрификации Западно-Сибирской железной дороги можно по праву назвать кузницей кадров. Ведь немногие дороги могут гордиться своими специалистами, ушедшими в науку, а также теми, кто, закончив аспирантуру, остался на производстве. Защитили диссертации на присвоение кандидата технических наук и работали в имените Барковский Борис Семенович, Маценко Владимир Пименович, Позняков Олег Иванович, Жарков Владимир Тимофеевич, Сумин Анатолий Романович, связали свою жизнь с наукой и преподавательской деятельностью Юшков Петр Кранидович, Шилов Александр Степанович, Сторц Анатолий Александрович, Калинина Наталья Александровна. До сих пор работают в Амгубсе Магай Герман Самсонович. Дочь Маценко Владимира Пименовича, Комякова Татьяна Владимировна, защитила кандидатскую диссертацию, а внук Евгений учится в аспирантуре. Учеными Омского института инженеров железнодорожного транспорта были разработаны 12-пульсовые выпрямительные агрегаты в содружестве с Дорожной электротехнической лабораторией и дорожными электромеханическими мастерскими ЭМАСТ. Применение экономичных 12-пульсовых выпрямителей сделало систему устройств электроснабжения тяги на постоянном токе конкурентоспособной с системой переменного тока. Преимущество 12-пульсовых полупроводниковых выпрямительных агрегатов было настолько очевидным, что они нашли широкое применение на всей сети железных дорог СССР. Учеными стали и продолжали работать в хозяйстве электрификации начальник службы Панфель Леонид Семенович, начальник Дорожной электротехнической лаборатории Свящев Бронислав Николаевич, Асеев Георгий Евгеньевич, заместитель начальника ЭЧ Новосибирск Сопов Валентин Иванович, заместитель начальника Дорожной электротехнической лаборатории Кузнецов Сергей Михайлович. Двое последних в настоящее время работают в Новосибирском государственном техническом университете. Защитили кандидатские диссертации и работали в научно-исследовательских институтах Насовец Анатолий Васильевич, Чунчин Валерий Александрович, доктором наук стал Демин Юрий Васильевич, который в настоящее время советует кафедрой Новосибирской государственной академии водного транспорта. Закончили аспирантуру, но остались работать на производстве Исаенко Виктор Архипович, Кващук Валентин Андреевич, Гукун Александр Петрович, Михайлов Александр Федорович. Защитил докторскую диссертацию Целебровский Юрий Викторович, Который в настоящее время возглавляет кафедру энергетики одного из крупнейших вузов Сибири Новосибирском государственном техническом университете. Многие из электрификаторов, начинавших свой трудовой путь на западно-сибирской дороге, Затем работали и работают на других дорогах. Виктор Иванович Нитяженко, Анатолий Иванович Цихман, Дмитрий Андреевич Демченко, Василий Иванович Пономарев, Адольф Алексеевич Михайлов, Владимир Анатольевич Акулов, Виктор Николаевич Быданцев, Виктор Дмитриевич Барков, Начальниками служб. Виктор Архипович Исаенко, Позже был назначен главным инженером Кемеровской железной дороги. В аппарате Главного управления электрификацией и энергетического хозяйства, Дмитрий Антонович Ромашко, Николай Федорович Ковтун, Сергей Шнейдович Абиндер, Борис Васильевич Коркин, Александр Михайлович Вайгель, Начальником организационно-штатного сектора Министерства путей сообщения. Виктор Яковлевич Пахомов работал в должности заместителя начальника главка, а затем начальником главного управления метрополитенов СССР. На первом в Сибири-Новосибирском метрополитене главным инженером был Балаклиевский Николай Павлович. Начальниками службы работали Виталий Алексеевич Грачев, пришел с должности замучая Инская. Евгений Прокопович Нудненко, с должности главного энергодиспетчера службы электрификации. Жорж Данилович Пазников пришел в метро с должности начальника ремонтно-ревизионного участка Чаинская на должность начальника дистанции электроснабжения. Позже стал начальником службы. Главным инженером у метрополитена работал Адольф Алексеевич Михайлов. В настоящее время первым заместителем начальника департамента электрификации электроснабжения работает Хананов Вячеслав Васильевич. Теплых Иван Григорьевич, Реймер Давид Михайлович, Охотника Виктор Степанович, работали в должностях заместителей или главных инженеров служб. Главными инженерами отделения дороги Леонид Иванович Пензин, Барабинского, Виктор Александрович Кривошапов, Омского, Николай Федорович Безуглый, Иван Алексеевич Гончаров, Новосибирского, Юрий Анатольевич Черногоров, Алтайского, А Владимир Георгиевич Штанюк работал в должности ревизора по безопасности движения Омского отделения дороги. Тресте Трансэлектромонтаж, Трансэнергомонтаж, Владимир Павлович Лупов, Семен Денисович Каеврон, Александр Васильевич Греков, Николай Петрович Ахтырский, Александр Алексеевич Степанов, Павел Петрович Ануфриев, Чеслов Брониславович Альшановский, Михаил Петрович Булгаков, Виктор Григорьевич Назаренко, Начальником Новосибирских городских электросетей работал Виктор Васильевич Вареников, Вейсман Владилен Владимирович работал начальником отдела электрификации и энергетики, заместителем начальника Алтайского отделения дороги, заместителем управляющего Барнаул Энерго, Брунич Иван Сергеевич работал председателем горисполкома, первым секретарем горкома КПСС города Новоалтайска, Алтайского края, Кулебаба Евгений Михайлович, председателем горисполкома города Новоалтайска, а затем в аппарате Краевого совета народных депутатов Алтайского края. В настоящее время заместителем главы администрации города Новоалтайска работает Парадовский Борис Клементьевич. Рассказов Николай Кириллович работал заместителем председателя горисполкома города Камень-Наби, Алтайского края. Начальниками энергоучастков на других дорогах работали и работают Дудаев Владимир Михайлович на Львовской железной дороге, Чамиль Александр Иванович на Приволжской железной дороге, Воробьев Николай Николаевич, Кузнецов Алексей Алексеевич на Северной железной дороге, Главные инженеры других дорог, Охотников Виктор Степанович на Целинной, Селякин Виктор Сергеевич на Горьковской железной дороге, Начальниками энергоучастков на других дорогах Шамрай Сергей Васильевич и Лукьянчиков Сергей Владимирович пошли по стопам своих отцов и работают на Октябрьской и Юго-Восточной железных дорогах. Воробьев Николай Николаевич в Ярославле, Кузнецов Алексей Александрович в Вологде, северной железной дороги. Лепчанский Николай Дмитриевич в Калининграде при Балтийской железной дороге. В настоящее время генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Транскомплект Энерго» работает ГУКУН Александр Петрович. А ранее он трудился начальником Иртышского энергоучастка, заместителем начальника службы электрификации Западно-Сибирской железной дороги в аппарате Департамента электрификации ОАО «Российские железные дороги». А генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Контактные сети Сибири. Завод» работает Евгений Александрович ГУКУН. Дайнатович Юрий Викторович прошел путь от электромонтера дистанции «Контактные сети» «Ч. Новосибирск» до заместителя генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Транскомплект Энерго» по технической части. Наш фильм будет неполным, если мы не расскажем о людях, которые работали и работают днем и ночью, в жару и стужу, в дождь и метель. В таких особых условиях трудились и трудятся тысячи «Контактников». Что это за люди? Люди особые, касты, скорее всего. Ведь электрификатора практически не видят до тех пор, пока есть освещение, пока есть на чем приготовить пищу, пока идут поезда, их незаметно. Человек должен быть с быстрой реакцией. Это первое. Ну, это одно из первых, вернее. Второе, должен быть, ну, аккуратно, осторожно. Железнодорожный транспорт именно люблю вот за тот профессионализм, грамотность вот эту, за дисциплину. Это нужно не просто видеть одни провода, это нужно осмысливать, а что ты делаешь. Приборы-то были тяжелые, мы носили их, брали этот коромысло и носили на коромысло прибор. Народ на транспорте очень грамотный. Грамотный и высокоответственный. Три вида опасности, довольно серьезные. Это высокое напряжение, работа связанная на высоте и движение поездов. Люди добросовестные, исполнительные, обязательные, потому что приходится работать в экстремальных условиях. Работали по 40 лет с лишним. Это не только руководители, а монтёры уходили на пенсию. Тут посторонних спрашиваешь, как так, 27 киловольт, и вы под напряжением работаете. Ну вот работают. Было удивительно, как же под 27 тысяч вольт под напряжением работают люди. Контакт единственный человек, который своими голыми руками щупает напряжение. Прилежность должна быть, не халатность, потому что электричество это опасно для жизни. Приходилось работать очень много. Я видел, как работали, так сказать, начальник участка, допустим, вот Олег Дмитриевич Макаров, о котором я уже говорил. Он днями и ночи сидел, он чтоб участок шёл, чтоб он работал. При любой аварийной ситуации, при всём прочем, люди были ответственные. Ну, конечно, приходилось и в Бураны, и Новый год приходилось наверху встречать, на проводах. Всякое было. Когда едешь там на электричке, и просто возле железнодороги идёшь, на небо смотришь, это прекрасный контакт на сети. Двое суток без перерыва люди не выходили из-под станции. Я ещё как-то держусь, монтёр лезет под трудный выпрямитель, что-то там подвернуть, и замирает. Я думаю, не помер ли он, он, оказывается, спит. Только ему горизонтальное положение, значит, принял, и не успел взвернуть гайку, заснул. Город вёл свою работу, что всё-таки электровоз пошёл, не без короткого, без ничего, нигде не остановился. Я, так сказать, вспоминая эти годы, я сейчас оцениваю, какая это была большая школа, и какая интересная структура ремонтно-ревизионный цех. Нигде такого нет, чтобы в одном цехе всего 50 человек, специалистов, выполняли все работы, которые делают электрики. То, что электричество – это такая вещь, которая притягивает к себе, в том числе и, наверное, душу и сердце притягивает. Сейчас всё спокойно, катаемся на электричках, и даже не знаю, бывает авария или нет. Мы движем желёзный поток, и лучше профессии нет. В хозяйстве электрификации и электроснабжения работает много женщин, особенно по обслуживанию тяговых подстанций. Но есть женщины, которые заслуживают того, чтобы о них рассказать особо. Потому что на некоторых должностях даже мужчины не всегда так умело, грамотно, эмоционально и душевно управляют коллективом или техникой. В настоящее время вообще нет, а в прошлом редко можно было встретить женщину, которая управляла бы паровозом или моторно-рельсовым и автотранспортным средством. Сегодня поздравляли женщину, этого Тимошенко. Когда я пришёл на дистанцию контактной сети, она там уже работала водителем «Дрязи». Мы хотим от имени руководства, от имени профсоюзного комитета, от всего коллектива сердечно вас поздравить с днём рождения. Пожелать прежде всего здоровья, здоровья и здоровья. Учите нас, помогайте нам, приходите к нам почаще, не забывайте, а мы не будем забывать вас. Очень исполнительный человек. И за состоянием дрезины следила не хуже, а то и лучше некоторых водителей, мужчин. Мне очень жаль, что так быстро кажется мне, время прошло и стало мне столько лет. На дрезине работал молодой парень. Как только меня приняли, его сразу отправили на фронт. И так и не вернулся, погиб. Когда началась война, женщины, всем вам, наверное, известно, многим, стали и шлицарями, и токарями. Все работы, даже были машинисты, ковали победу. Хоть она нам досталась очень дорого, но и силы потратили, но зато победили. А на железную дорогу я пришла в 1939 году. Работала с пищицей вагонов на станции Прокопьевск. Когда война закончилась, я ушла в Прокопьевский энергоучасток и устроилась помощником на восстановительную дрезину. Через два года я сдала на водителя и стала водить. И водила до самой пенсии, даже больше. Считая и Прокопьевский, и Беловский, 34 года. И все на дрезине. Иногда кажется невероятным, что женщина, мать двоих детей, Журова Вера Михайловна, могла работать начальником района контактной сети станции промышленной Беловского энергоучастка. Вера Михайловна окончила Тайгинский железнодорожный техникум в 1963 году и начала свою трудовую деятельность в Алтайском энергоучастке на Тяговой подстанции. Затем она работала в Тайгинском энергоучастке, позже, по семейным обстоятельствам, переехала на станцию промышленная. Здесь ее назначили на должность старшего электромеханика района контактной сети. Вера Михайловна была очень энергичная, добросовестная, исполнительная. Инициативная, требовательная, в первую очередь к себе и своим подчиненным. Работать с начальником в чистом мужском коллективе непросто. За такое отношение к труду и активность в работе Веру Михайловну назначили начальником района контактной сети. С работой она справлялась успешно, но, к сожалению, ее жизнь трагически оборвалась в самом расцвете трудового и творческого подъема. Хотел бы особо отразить это женщин в хозяйстве электрификации. У нас много, особенно вот оперативного персонала на тяговых подстанциях. Были начальники подстанции у нас Валерина, женщина, у нас начальник подстанции в Сеятеле, Валентина Петровна, Щеглакова, потом Воронько, Анастасия, не помню отчества, была в Убинской. Сейчас у нас вот на дороге порядка десяти начальников тяговых подстанций, женщины. Но одна женщина, Вера Михайловна Журова, закончила тайгинский техникум и работала она у нас на Алтайском энергоучастке, потом вышла замуж, переехала в промышленную электромехаником, а потом начальником дистанции контактной сети. Я вообще по истории железных дорог России не слышал, чтобы женщина была начальник дистанции контактной сети. Были даже женщины-начальники энергоучастков и главные инженеры. Но чтобы начальник дистанции контактной сети и у Веры Михайловны было двое детей. Но жизнь трагически оборвалась, она под поезд попала. Ну вот это самоотверженные таких я не знаю, вообще можно сразу награждать или почетным железнодорожникам именно кто работал на контактной сети. Но я вот знаю только такую одну. За всю историю электрификации западно-сибирской железной дороги второй женщиной, которая возглавляла район контактной сети, была Пикурина Тамара Александровна с Кемеровского энергоучастка. Предласили меня в энергоучасток и я начала вот с монтеров контактной сети на станции Артыштал. Ну мне нравилась эта работа может быть потому что вообще я человек энергичный по натуре. Мне нравилось именно движение. Я не кабинетный работник. Мне нравится именно работа с людьми, работа вот в движении, где мы работали. Вот коллективно с бригадой у нас была. Перевели нас в Топки. Вернее, еще сначала в Плотниково перевели. Я работала монтером и уже потом впоследствии стала работать электромехаником, старшим электромехаником. И после того, как меня перевели, нас перевели в Топки, я работала начальником дистанции контактной сети. Условия работы были очень сложные, потому что морозы были сильные. А так наводили порядок. Я сама не боялась никакой работы. То есть могла и побелить, и покрасить, и приводить дистанцию в порядок. Кемеровскую дорогу, можно сказать, я прошла от и до пешком все. Не так много в хозяйстве электрификации было женщин, начальников тяговых подстанций. Должность первая называлась дежурный техник тяговой подстанции. Была я на подстанции Хопкина. Это первая подстанция от Тайги. Ко мне обратились и попросили. Я стала мастером работать. Пять электромонтеров у меня было. Получила предложение приехать и работать на тяговой подстанции сеятель, мастером также. Я приехала, посмотрела, мне понравилось, я осталась. И меня опять Гончаров Иван Алексеевич сагитировала на должность начальника тяговой подстанции. На производстве я проработала лет 15-16, потом пригласили меня в службу электрификации в отдел эксплуатации на должность старшего инженера по тяговым подстанциям, то есть по моему профилю. Работа была связана с командировками, интересная, но для женщины, конечно, трудно. И всю жизнь такая вот у меня была неженская специфика. На тяговую подстанцию я пришла и мне сильно заинтересовала. Огни бегают, работают. Проработала механиком я, наверное, 18 лет. Стала старшим электромехаником. На Алтайской дистанции электроснабжения была первой женщиной в такой должности. Молодежь осталась, звонят, хожу, подсказываю, они ко мне приходят. Первым делом просыпаюсь, на улицу выхожу и слушаю гудит, не гудит трансформатор. Единственная женщина за всю историю электрификации Западно-Сибирской железной дороги Исупова Нина Константиновна работала главным инженером на Калтанском энергоучастке. И после окончания техникума меня направили работать в татарский энергоучасток. В 64-м году я поступила, в то время еще был Омский институт инженером железнодорожного транспорта. И после окончания его, в 70-м году я приехала в Калтанский участок энергоснабжения, где началась электрификация. Я стала работать инженером по охране труда. В 86-м году меня назначили главным инженером энергоучастка. Вот я всю жизнь практически на железной дороге. С детства и до окончания вот все время работала на железной дороге, не изменила железной дороги и так и на пенсию ушла с железной дороги. Агеева Ираида Александровна первая женщина среди электрификаторов железных дорог СССР, которой было присуждено почетное звание «Заслуженный энергетик РСФСР». В 1949-м году она окончила Томский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта и начала свою трудовую биографию на первом электрифицированном участке Сибири Белово-Новокузнецк. Затем работала в аппарате службы инженером, старшим инженером, начальником отдела. В 2002-м году ее фамилия была занесена в книгу знаменитой «Женщина Новосибирска». Агеева добросовестность женщина была такая. Всю работу на электрифицированных участках координирует энергодиспетчеры, неся круглосуточную вахту. Много внимания, ответственности, напряженности требует работы энергодиспетчера. Отдавая приказы на работу, он несет ответственность не только за безопасность движения поездов, но и за безопасность условий производства работ людьми. В течение 40 лет умело, уверенно, добросовестно отработала на западно-сибирской железной дороге одна из старейших энергодиспетчеров Гутова Марина Ивановна. 20-й век, он, как мы считали, это век электричества, а электричество это все. Как раз в Томске базировался филиал Московского электромеханического института инженеров железнодорожного транспорта. Из 11 выпускников четверо нас поступило в этот институт, потом перешла на дежурный энергодиспетчером. я и моя подруга Кайнара Анна Михайловна проработали на энергоучастке больше всех 49 лет. Я работала, у нас было три круга, три круга. Если где-то что-то случалось, шли, помогали. А после окончания техникума в 63-м году перешел работать энергодиспетчером в отделении дороги. даже через 20 дней я уже сдал экзамен на право самостоятельной работы диспетчера. Это без хвостовства, через 20 дней. хорошие, отзывчивые, с моментальной реакцией. Молодцы. Вот все, сколько нас диспетчеров было, если что-то отключится, моментальная реакция, сразу, раз, смотришь на телеуправления, ага, что, а поезда-то идут, надо срочно подать напряжение, быстренько подаешь напряжение, потом начинаешь разбираться. Движение поездов, движение поездов, сбоя не было. И вот энергодиспетчером, мне кажется, надо родиться. Перевели меня энергодиспетчером сразу. Энергодиспетчером я проработал 20 лет. Кто-то забыла, иди, смотри и разбирайся. Диспетчером живут, не каждый сможет работать. Поработав на тяговой подстанции, потом стал уже работать энергодиспетчером. Нужно иметь какое-то призвание, если действительно настоящий энергодиспетчер, чтобы он просчитывал вот эти ходы. Работали Галина Ивановна, Щамиль, Крымко и я, вот трое, и Вишникин. Вот мы четверо здесь, так сказать, крутились. А кулоны как возили, интересно. Выходит начальник, замначальника, тогда мастера были на контактной сети, тоже молодые, в общем, кадры кругом были молодые. И вот выходит однажды мастер, Галина Ивановна дежурила, выходит на связь и говорит, диспетчер, вызовите, пожалуйста, Тоскаева дистанцию контактной сети и передайте там, что, значит, мы кулоны тут загрузили в мешки, дрезина пойдет, пусть загрузит их на дрезину. Но без всякой, конечно, задней мысли вызывает она дистанцию контактной сети и докладывает ему, что кулоны там, значит, загрузили, не забудьте на дрезину поместить это все. Вот так вот начинали работать. 180 пар поездов в сутки летом. Главный ход, стоит автомату отключиться на 2-3 минуты поезда, потому что поезда там идут друг за другом. Диспетчерская у нас был старшим энергодиспетчером Александр Прокопчиш и Повалов. Он тоже много очень дал мне. И не только в работе вообще по жизни. Он был очень такой человечный. Он даже помогал само собой в работе. Даже вот если, например, ему не хотелось, его никогда не хотелось обманывать. Вот я не люблю такое повседневное. У нас же какая-то такая повседневная работа. Ну, приходишь там, хотя одинакового никогда не бывает. Ни повреждений, ничего. Со всякими, конечно, приключениями. У диспетчера всегда приключения. Диспетчером я отработал 13 лет. 7 лет непосредственно диспетчером, потом еще 7 лет почти отработал старшим диспетчером. В общем-то, людей же допускаешь к работе, такая ответственность за каждым твоим словом жизнь человека. Старшее поколение энергодиспетчеров по праву может гордиться молодыми кадрами, которые пришли им на замену. Тому есть яркое подтверждение. Например, энергодиспетчера Омского отделения дороги Королева Лариса Леонидовна в 2006 году на Всероссийском конкурсе энергодиспетчеров ОАО Российской железной дороги заняла первое место. Ответственная, грамотная, очень ответственная и грамотная инженер. И в газете я прочитал, что она заняла первое место в соревнованиях энергодиспетчеров России. Я доволен, что мы, так сказать, моя воспитанница в какой-то степени. А я в газете прочитала, порадовалась за нее. Я ей следом позвонил, когда она вернулась, поздравил ее, что все-таки и очевидно моя школа была, потому что я ее брал на работу диспетчером. Она просто заинтересованный человек, много чего знает, кроме своей работы. Железная дорога для меня была как бы частью даже моей детской жизни. Вместо того, чтобы ходить в детский садик, я ходила к маме на подстанцию. Не жалею о том, что я закончила этот институт, именно факультет энергоснабжения. И работаю с 79-го года на Омском отделении Западно-Сибирской дороги. Работа мне моя нравится. Работа ответственная. Это большой опыт. Приходится работать с максимальной отдачей, максимальное внимание на все. Нельзя расслабляться. Нужно быть сконцентрированным все время. Идешь на работу, и ты даже не знаешь, что у тебя случится. Что случится. Заслуживают хороших слов старшие энергодиспетчеры отделения. Это Лебедева Нина Ивановна. Первая женщина старший энергодиспетчер Новосибирского отделения. Гусева Галина Владимировна Алтайского отделения. А московских Елена Анатольевна работает в настоящее время главным энергодиспетчером службы. Добрую память о себе оставил старший энергодиспетчер Новосибирского отделения дороги Ермолюк Георгий Михайлович. За все 70 лет от начала электрификации он единственный был награжден орденом Ленина. Свелось поработать с Гусевой Галиновой. Видят, что непорядок какой-то она молчать не будет. Да, она была старшим энергодиспетчером авторитеткой. Но главное не в этом. Главное ее душевность. И она быстро и корректно может и помочь и осудить и похвалить. И с ней было всегда очень хорошо работать. Молодец она. Она умеет постоять за свой коллектив. После работы на Восточно-Сибирской железной дороге в Нижнеудинском отделении отработав послетехникум отри года я приехала на Алтай. Нужно подавать напряжение. Даем приказ включить выключатель на подстанции Алтайская. включили. И теперь же нужно посмотреть а пришло ли напряжение на подстанцию Стальменская. На шинах появляется 27,5 киловольт. Дежурная по станции по-моему тогда была Света Маевская. Она что напряжение появилось. И тогда вот и мы начинаем кричать ура. сейчас приходит молодежь. И вот хочется вот именно вот этот опыт работы вот им передать. Сильная дорога своими трудовыми династиями. Некоторым из которых насчитывается не один десяток, а то и сотни лет. Так, в Алтайской дистанции энергоснабжения два брата Кузнецовых. Николай Иванович, кавалер ордена знак почета, заслуженный энергетик РСФСР и Павел Иванович работали в ремонтно-ревизионном цехе. Николай Иванович долгое время был начальником ремонтно-ревизионного цеха. Павел Иванович возглавлял группу телемехаников. А его жена Любовь Георгиевна работала инженером по охране труда. Сыновья Павла Ивановича и Любови Георгиевны Кузнецовых Вячеслав и Александр продолжают дело своих родителей. Сын Николая Ивановича Михаил работает старшим электромехаником по телемеханике в Алтайской дистанции электроснабжения. Сказали бригада Кузнецовых. Я племянник и два сына. Еще двое там было. Шесть человек на все. Говорит всю власть захватили телеуправление. Работая в дистанции электроснабжения в другом другой дистанции или в энергоучастке Исип-Кульском руководил Балаклиевский Николай Павлович. Вот первый инженер с большой буквы которого я встретил на производстве это был Николай Павлович. Железная дорога для меня это все. В династии брат работал поступил в транспортный Томский в то время институт железного транспорта ну и я так сказать он рассказывал как что. Приехал в Омск поступил в техникум железного транспорта первый пришел старший брат значит по его стопам направился ну второй брат значит Юрий вот ну а потом уже когда я закончил школу у меня уже так сказать ну сомнений не было. В принципе когда приезжают братья в деревню к родителям то так или иначе разговоры я в железной дороге касаются касается об электрификации в 76-м закончил техникум меня направили на тягу под станцию Московка она тогда только вступала в работу ну и вот в 76-го по настоящее время работаю там. вот их вот их четыре брата и все буквально технари и вообще вот эта семейная их династия насчитывает цистаж у них где-то более 190 лет родители у меня железнодорожники отец на дистанции контактности работал мать на тяговой подстанции у меня еще брат есть и так скажем ну с детства эту работу все это видели поэтому вопросов не возникало как бы в выборе с детства субботники парады всякие да там на 1 мая 7 ноября ребенком я его помню всегда ходил мамы у нас тоже железнодорожницы поэтому как бы все в одной системе все родители жили на работе наша династия продолжает и до сих пор работать в барабинском или татарском и друг участке больше 100 лет я рад я надеюсь то подрастают мне внуки и внуки продолжат эту династию железнодорожников Шевцовых мой отец Черногоров Анатолий Михайлович в то время кузнец алтайского энергоучастка привил меня на свое предприятие показал мне рабочее место электромехаников показал автоматрисы рассказал систему управления в энергетике я сделал выбор и поступил в Омский институт инженера железнодорожного транспорта мы начали все работать в Тигуне Тигун это алтайский энергоучасток я пришел тоже на железную дорогу потому что старший брат работал на электростанции еще электрификации не было работал электромонтером на электростанции я пришел электромонтером потом младшие братья подросли они тоже пошли сюда же на контактную сеть работать и вот метрофан так за мной шел шел и тоже с электромонтеров и вот начальником района контактной сети я переехал в камень он переехал в камень Виктор тоже переехал в камень он тоже начинал с электромонтера контактной сети у нас еще один брат но он мало проработал но он сейчас не работает на железной дороге, а вот втроем мы остались на железной дороге. С самого детства вырос на железной дороге. Отец был электромонтером, потом начальником ИЧК. Дядя тоже был начальником ИЧК Калачинская. У меня отец, железнодорожник Сметаников Федор Андреевич. Он начинал на Беловском энергоучастке. Моя дочь пошла по моим стопам, закончила Омский государственный университет путей сообщения. И так же, как и я, пришла работать в Омскую дистанцию электроснабжения. Сейчас работает в качестве инженера в техническом отделе. Вся семья, можно сказать, железнодорожники. И сестра работала на железной дороге, и дети, как сказать, ну, Сметаникова, моего отца, дети работали. И внуки, и правнуки сейчас продолжают работать и учиться. Мой путь был далеко не случайным, потому что мои родители, и мама, и отец, они оба железнодорожники. И поэтому у нас дома, а у нас была достаточно большая семья, трое детей, три дочери, я старшая. И поэтому у нас дома, как бы, в основном, и разговоры, с точки зрения профессионального плана, были в основном на тему железнодорожного транспорта. Мы видели с моими сестрами, как и мама, и отец очень, так сказать, трепетно относились к своей профессии. И как-то, когда я закончила школу, у меня, в общем-то, даже не было никаких сомнений, что я пойду учиться именно в тот институт, который закончили мои родители. Но, конечно, в преподавательской деятельности общение моё с отцом мне дало очень много, потому что он был не только очень сильный человек в области каких-то технических вопросов, но он был очень хороший педагог. Если её спросишь, мам, какие у тебя воспоминания из молодости, она говорит, что это я больше всего помню и люблю свою работу на железной дороге. Ну, я хочу сказать, что на этом наша династия семейная не закончилась на мне. У меня двое детей, оба учатся, ну, сын уже закончил наш университет, теперь по телесообщению, тоже по специальности электроснабжения железных дорог. И дочка, сейчас студентка пятого курса, тоже наши специальности электроснабжения железных дорог. Её сын Саша в прошлом году на конкурсе дипломных работ по России, по нашей специальности, завоевал второе место. Значит, это очень хорошее достижение. Диалектика – это поколение отцов и детей. Оно отражается везде. И у нас на жизни дороги вообще в жизни все, поэтому и добавить нового ничего нельзя. Это жизнь. В 70-летней истории электрификации дороги достойное место занимают электромеханические мастерские службы электроснабжения на станции Инская. Это предприятие дорожного подчинения известно на Западной Сибири и на всей сети, так как оно производит ремонт трансформаторов мощностью до 63 тысяч киловольт ампер, напряжением до 220 киловольт. Электромеханические мастерские были созданы 1 января 1966 года путём объединения двух цехов. База трансформаторно-масляного хозяйства и электромеханической мастерской на станции Чулымская. Первым начальником был назначен Панфель Леонид Семёнович, который руководил электромеханической мастерской с 1952 по 1958 год. С 1958 по 1985 год – Анипка Иван Сергеевич. С 1986 по 1996 год – Синдеев Анатолий Иванович. С 1997 года и по настоящее время – Бурмистров Владимир Александрович. Каждый из них внёс весомый вклад в развитие мастерских. В настоящее время для предприятий нашей магистрали дорожные мастерские ремонтируют силовые тяговые сварочные трансформаторы. Электродвигатели более трёхсот наименований. Измерительные приборы. Изготавливают сварочные специальные трансформаторы. Детали контактной сети до сорока наименований. И в 1966-1967 году нам передали Чулымские мастерские участок по ремонту электродвигателей. В мастерские были заложены в проект Ленгипротранса Новосибирь-Чулымская. Для ремонта трансформаторно-мастерного хозяйства. И как экспериментальный участок в 1972 году у нас организовали, уже участок расширились, и участок стал изготавливать детали контактной сети. Омский государственный университет путей сообщения в 2000 году, в принципе, на базе МАСТа, начал отрабатывать, что понизить мощность тяговых подстанций за счёт модернизации старых устаревших трансформаторов на 12-пульсовую схему выпрямления. Нам удалось, будучи на производстве МНЕМ, участвовать в работе творческого коллектива, который впервые на сети железных дорог реализовал 12-пульсовые схемы выпрямления, которые сейчас признаны единственными в России. В настоящее время эта схема распространения получила как на железной дороге, так и в системе электрособжения метрополитена, городского электрического транспорта. Побывал в МАСТах других дорог, в принципе, ну, какое-то сравнение можно сделать. Ну, если так скажем, на других дорогах смотреть МАСТы, они специализируются на каком-то определённом объёме выпускаемой продукции и профиле. Ну, а Западно-Сибирская железная дорога МАСТ, он чем уникален? Он всем занимается. И вот, когда Панфиль ушёл в службу, остался Анипко Иван Сергеевич, и до 80... это вот он с 56-го года, был у нас начальником, до 85-го года. А за ним пришёл в октябре 85-го года Синдеев Анатолий Иванович. И до апреля 97-го года работал Анатолий Иванович. И вот сейчас Бурмистров. В то сложное время, которое перестроечное, мы всё равно работали в сотрудничестве с Омским транспортным институтом, разрабатывали 12-пульсовую схему упрямления, которая впервые была внедрена на наши дороги. Затем сделали в сотрудничестве с ОМИИ там 24-пульсовую схему упрямления, которая находится на Омской дистанции электроснабжения. Но это единственный пока экземпляр, который работает до сих пор. Я думаю, что со временем это будет. Это вот немножко задержало развитие вот это перспективное, вот эта перестройка. Задумка есть даже сделать 48-4-пульсовое упрямление. Есть надежды, что всё-таки наши учёные разработки, вот учёных энергетиков, всё-таки позволят создать необходимую оснастку для обслуживания. Может быть, какие-то новые узлы, может быть, какие-то новые транспортные машины, механизмы и так далее. Но я всё-таки думаю, что доля ручного труда намного уменьшится. Как ранее отмечалось, длина электрифицированных участков дороги составляет более 70% от эксплуатационной длины дороги. А перевозка грузов по ним составляет около 90% от общего объёма перевозок. Однако следует отметить, что протяжённость электрифицированных линий со сроками службы 50 лет составляет более половины после ввода их в эксплуатацию. На таких линиях в настоящее время растёт повреждаемость устройств, повышаются эксплуатационные расходы. За 70 лет с момента пуска первого электрифицированного участка постоянно проводились работы по усилению и повышению надёжности отдельных узлов, конструкций, оборудованию устройств электроснабжения. Но в настоящее время всё это требует комплексного выполнения работ, направленных на модернизацию устройств, внедрение современных технических средств и новой системы их обслуживания. То с начала электрификации уже тот нормативный срок и поддерживающим устройством, он как бы вышел. И на пороге стоит, очень актуально стоит вопрос, ну, поддержания работоспособности, вот, в частности, контактной сети. Старение устройств идёт намного быстрее, чем мы обновляемся. На ряде направлений, в том числе и на нашей дороге, мощности пропускные способности исчерпаны. Запас прочности, который был заложен ранее, он истекает, он будет лопаться. Силами дистанции электроснабжения обновление устройств контактной сети, энергетики, выполнять на сегодняшний день уже нереально в силу тех больших физических объёмов, которые необходимо осваивать. В стратегической программе развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» имеется специальная программа развития хозяйства электроснабжения. Надёжным партнёром электрификаторов на Западно-Сибирской и других дорогах Урала, Сибири и Дальнего Востока является компания «Общество с ограниченной ответственностью» «Транскомплект Энерго», которая участвует в пяти программах акционерного общества «Российские железные дороги». За 2006 год этой компании было освоено на подрядных и субподрядных условиях более 800 миллионов рублей. А за 2007 год эта цифра увеличилась почти в два раза. Чтобы выполнить эти работы, конечно, необходима какая-то организация, способная, так скажем, и по своей мощи, с одной стороны, с другой стороны, по своему кадровому потенциалу, которая должна обладать определенной техникой, ресурсами, способная поднять вот такой объём работы. Он, когда работал начальником службы, он это уже предвидел и знал. Который построил, в принципе, свою фирму на базе структурной схемы дистанции электроснабжения. Тяговая подстанция Терентьевская, производится реконструкция силами «Транскомплект Энерго». Мне хотелось работать. Александр Петрович Вукун пригласил меня поработать. И вот я уже работаю 3 февраля этого года, будет ровно 5 лет, как я работаю в «Транскомплект Энерго». Я работал с Александром Петровичем, а может быть, правильнее сказать, он со мной работал, потому что я был подчиненным, а он был начальником службы электроснабжения. Я в то время работал главным инженером Томской дистанции электроснабжения. Поэтому у нас сложились свои традиционные отношения со своим предприятием, созданным в границах нашей дороги. Это «Транскомплект Энерго», который возглавляет бывший начальник службы «Кукун». Поэтому мы основную ставку делаем на них. Это прекрасно, что они сейчас есть. Почему отмечают «Транскомплект Энерго»? Потому что цель, которую ставит руководитель перед своей компанией, это не только освоение денежных средств, но и качество выполняемых работ. А поскольку руководители службы Александр Рихаревич Гергерт, Александр Петрович Гукун, руководитель «Транскомплект Энерго», в свое время работали вместе на одном ИЧК, то тандем руководителей технорейс высокой буквы идет на пользу западно-сибирской железной дороги. И я, как руководитель Омской дистанции электроснабжения, могу отметить и повториться то, что делается созидательно во благо, наверное, будущих поколений, можно так сказать. И в благодарность поколениям, которые дали нам работу, электрифицировали участки, которые построили то, что существует на сегодняшний день. Когда была практика еще участь в технику, заразило и стало интересно. Учились вместе, работали. В частности, вот Гергерт мы вместе учились и вместе были на практике, вместе закончили, потом поехали по распределению. Работали в Чите, Улан-Удэ, Свердлов-Сортировка, Уссурийск, Ленинград-Выборг, Ташкент-Сардариинская. То есть практически это Советский Союз бывший. Женился в монтажном поезде. Мы вместе тоже сидели за одной партией, вместе этот техникум закончили и вместе вот работали в этом электромонтажном поезде. Работал бригадиром, потом мастером. Вернулись в Новосибирск, значит, ну и устроились работать, опять же, вместе, так сказать, в Инскую дистанцию электроснабжения. В 1974-м я опять начал как бы с монтера. После этого в Инской я электромехаником стал. Через два года мне предложили поехать в Чулум работать ЭЧК. Давали жилье, там детский садик. И плюс к тому же Чулум, это как бы родина, я там родился. В 1985-м году начальник службы тогда был Панфель Леонид Семенович. Говорит, а вы бы не хотели поехать и возглавить энергоучасток на Омском отделении Ертышский? Ну, я говорю, Леонид Семенович, надо сначала посмотреть, и вроде я как совсем молодой человек. Это, ну, такой самый период, школа, да, жизненная. Действительно, потому что она строилась по титулу электрофикации, строилась поселок, весь жилье, вся инфраструктура. Опыт, практика наработалась по строительству. И по строительству не только, значит, объектов электрофикации, а именно и коммунальное хозяйство, и жилье. Панфель, он, уходя на пенсию, он, ну, позвонил и говорит, я ухожу на пенсию. А вот я как бы предложил вас, это, на первый заместитель начальника службы. Значит, предложили поехать в Москву работать. Когда зародились инвестиционные программы, их утвердили по дорогам, а к тому времени монтажных организаций и не осталось. Деньги-то выделили, а работать-то некому, надо было по крохам собирать. Вот в департаменте родилась такая, ну, идея или как, давайте создавать, или восстанавливать монтажные поезда, свои на дорогах, или какие-то делать под эгидой каких-то организаций. Моя задача была вот эти создавать филиалы. Кабаровск, Иркутск, Новосибирск, Свердловск. Конечно, вот, ну, задумка в фильме о том, чтобы показать, как бы, династии. Выразить им благодарность, ветеранам, значит, вот тем первым электрификаторам, кто эту дорогу протарял за то, что они, значит, ну, как-то привили вот это вот трудолюбие к этой профессии. От себя лично, конечно, я хочу выразить огромное, огромное спасибо, благодарность ветеранам, электрификаторам. Обобщая воспоминания ветеранов, желаем всем работникам хозяйства электрификации, которые трудятся сейчас и будут работать в будущем, использовать их знания, опыт, а также сохранять и приумножать их лучшие традиции. Каждого из ветеранов по праву можно назвать одним словом – учитель. Вот Леонид Семенович Панфель – это, ну, далеко мыслящий и далеко видящий человек. Он много видел и много знал, что будет на Западно-Сибирской железной дороге. Он видел многих людей, вот Александра Петровича Гокуна, он когда в Чулунске увидел, он сказал, он видел многих людей, которые родились, выросли на Западно-Сибирской железной дороге. Леонид Семенович Панфель, Макаров, Лукьянчиков, Московских, Латаненко, Лебедь и многих-многих-многих других на Западно-Сибирской железной дороге, которые были учителями, организаторами тех людей, которые сегодня сидят здесь. Те, которые работают сегодня в транскомплект «Энерго», те, которые работают на Западно-Сибирской железной дороге, вот за учителей. Не смейте забывать учителей, пусть будет жизнь достойной их усилий. Учителями славится Россия. Ученики приносят славу ей, не смейте забывать учителей. Медные оделись в провода, всей страны железные дороги. С ними в нашей жизни навсегда Вечные заботы и тревоги. Кажется, нехитрая она, Тонкая контактная подвеска Требует настройки, как струна, Требует внимания, как невеста Электрик железных дорог. Мы гордимся профессией этой, Мы движим в железный поток, И лучшей профессии нету. Мы, как часовые на посту, Мы на страже вечного движения, Мы не телепаты, но мечту Воплощаем в теле управление. К трудностям привыкли мы давно, И какая бы ни была погода, Мы питаем током все равно Поезда в любое время года, Электрик железных дорог. Мы гордимся профессией этой, Мы движим в железный поток, И лучшей профессии нету. Электрик железных дорог, Мы гордимся профессией этой, Мы движим в железный поток, И лучшей профессии нету. Нам немало сделать удалось, Но стоять не будем мы на месте, Чтоб летел вперед электровоз, От Владивостока и до Бреста. Нас соединили провода Доброй электрической силой, И электротяга навсегда. Страны и народы подружила, Электрик железных дорог, Мы гордимся профессией этой, Мы движим в железный поток, И лучшей профессии нету. Электрик железных дорог, Мы гордимся профессией этой, Мы движим в железный поток, И лучшей профессии нету. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Над фильмом работали Режиссер-постановщик, Руководитель творческо-экспериментальной студии «Синтез» Андрей Ишутинов, Сценарий-монтаж Юлия Ишутинова, Город Барнаул, Музыкальное оформление Александр Черкашин, Город Красноярск, Организатор и консультант съемок Ветеран службы электрификации И энергетического хозяйства Западно-Сибирской железной дороги, Ныне сотрудник открытого общества С ограниченной ответственностью Транскомплект Энерго Евгений Прокопьевич Нудненко, Город Новосибирск. Съемочная группа выражает Особую благодарность За инициативу и поддержку В создании данного фильма Генеральному директору Транскомплект Энерго Александру Петровичу Гукуну. А также выражаем благодарность Начальнику службы электрификации И электроснабжения Западно-Сибирской железной дороги Александру Рихардовичу Гергерту. Всем начальникам! Председателям Советов Ветеранов Председателям профсоюзных комитетов Дистанции электроснабжения За оказанную помощь В создании этого фильма. Отдельную благодарность Выражаем всем ветеранам И другим работникам Хозяйства электрификации Западно-Сибирской железной дороги На основании воспоминаний которых Создан этот фильм. Фильм очень хороший, приятно посмотреть, Приятно увидеть тех людей, с которыми работал, общался. Фильм мне очень понравился. По крайней мере, за что большое спасибо Конечно, всей этой операторной группе Александру Петровичу Гукуну И Евгению Прокровичу Гуденко Потому что большой труд вложили От создания этого фильма. Приятно было увидеть всех своих знакомых С которым трудился Общались Вспомнить все Что было Как работали Как Жили вместе Очень герой И человек может так сделать Собрать Собрать Вот нас всех, пенсионеров Ну а как фильм Вот Приятно Я уже сказал Приятно Вспомнить Всех Ну и там еще ряд Товарищей Которых Я всех знаю Всех лицо помню Он все же знает Это очень приятно Это очень приятно Ну и спасибо Создателю фильма Почему именно Александр Петрович Взялся за это дело Никто другой Но кто Подойди Кто Да потому что он энергетик А что такое энергетик Это самый энергичный Самый думающий Самый храбрый человек Фильм Показывает Как Люди Жили И Создавали Электрификацию На западно-сибирской Железной дороге Со всеми Их воспоминаниями Я считаю Что он очень доступен Будет для всех Сам по себе Замысел Не столько Уникальный Но актуальный Вот я Например Впервые с этим столкнулся Как этот фильм делается Это Очень кропотливая работа И вот здесь был представитель Новой Сибири Мы с ним там Он попросил Ну вроде интервью дать Отговаривал Он говорит Вы знаете Я удивляюсь Как вы за такой короткий Срок Сделали такой фильм Мне тоже Фильм очень-очень Понравился Ну во-первых Это впервые На дороге Такой создается Фильм И Конечно Я благодарен И Букуну Александру Петровичу И Нудненко И вашему Вашему коллективу За то Что вы все-таки Создали такой фильм Чтобы было приятно Посмотреть Я В фотографиях Там На экране Увидел Многих людей Которых Уже судьба Для меня Казалось Они потеряли Люди Вот конкретно Человек Ганжин Бывший начальник Тяговой подстанции Или Василий Егорович Потапенко По Таигинской дистанции Электроснабжения Это очень хорошо Что этот фильм Оставит Будущим поколениям То, что сделали мы И что сделали Наши предшественники Пусть греются и стынут провода От которых поезда Энергию берут Но электрификаторы дороги Никого, нигде И никогда не подведут А честь своей профессии Через века Перенесут Хорошо бы, чтобы этот фильм Посмотрели на молодежь Теперешняя Которые посмотрели В каких условиях Люди работали И фильм мне понравился И он понравился Именно Несколько свежестью И необычность Там сзади идет Вся история И я вот не очень Его хорошо знал Выучил Потому что сзади За людьми есть эта история Вот особенно интересен То, что это Развертывается Кадровая основа Большое вам спасибо Александр Петрович Что вы поддержали Вообще вот всю идею Создать вот такую вот вещь По электрификации Западно-сибирской железной дороги Это большая пределная работа За ту огромную работу Которую выполнили Для энергетиков Западной Сибири Лучше, чем если бы Один монолог произносил Потом другой произносил Я вернулся в свою молодость Именно тогда Все шли вот эти работы И очень Приятно, как угодно можно сказать Что увидел тех людей С кем когда-то Начинал работать Не важно, что мы вместе Не учились Вспомнили Вспомнили Просмотрели Вспомнили Свою Это самое молодость Но когда мы увидели людей Это самое замечательное Что можно сказать В фильме Значит, это фильм для людей И для людей Фильм хорошо построен Математически И отражает примерно Вот Всю Специфику И все особенности Той деятельности Электрификация Это была Такая большая Кузница Где готовились кадры Начинать Что там За каким-то человеком Это люди Более опытные Готовили Молодое поколение В результате Создалась такая Кузница кадров Электрификаторов Но больше всего Мне нравится, конечно Что это фильм Память Так сказать Память для Всех участников Кто здесь показан Память о том Каким образом Так сказать Мы Вот создавали Эту западно-сибирскую Железную дорогу С ее электрификацией С ее вот Лучшими методами Достижениями И так далее Людей Которые Борят Своими руками То, что Мы видим Воочию Идут поезда Туда-сюда Везут грузы Здорового хозяйства И дай Бог Чтобы наши И внуки И правнуки Продолжили Наше Дело Хорошо Хорошо представлены Люди Люди Мне нравится Еще тем Хорошо представлен Что каждый из них Артист Так сказать То есть Каждый выступает Каждый говорит Каждый Как сказать Хотя бы Две-три фразы Но произносит Так сказать То есть Это не просто Неожемленные Так сказать Лица А это Живые Участники Этого фильма Это я считаю Достижение И режиссера И режиссера И приятно Так сказать Смотреть Работа Очень большая Сделана Много Подрудились Я конечно С особой Благодарностью Отнесся Во-первых К тому Кто Задумал Этот фильм Кто организовал Его Так сказать Выполнение Ну прежде всего Александру Петровичу Конечно Спасибо большое Жизнь продолжается И надо накапливать Этот материал Очень приятно Я считаю Это будет фундамент Для дальнейшего развития Фильм о людях Которые делают Электрификацию Не о технике Они там люди говорят Что вручную Все делали Уходит время Ломается техника Уходят люди И у нас до сей поры Не было Ничего подобного Настолько много тут Всех обхватили Там За 200 человек Это надо было Все обработать Все Обмозговать Тонко удалось Передать Именно вот Настроение людей Той эпохи Той послевоенной эпохи Когда все Только и знали одно Трудиться Во имя развития Своей страны Желательно Чтобы этот фильм Продолжился Следующим Следующей серии О людях Которые продолжают Наши дела Это колоссальный труд И благодарим мы И создателей И тех Кто создавал этот фильм За ихний Большой Уважительный И очень нужный нам И нашим потомкам Фильм Огромное вам спасибо И мы благодарны За то Что все-таки Мы вошли Кусочком В эту историю Получили Фильм Память Который для нас Будет для всех Памятен И на нем Мы будем И детей Своим детям И инукам Показывать А мы студентам Так сказать Демонстрировать И показывать Что так создавалась Вот электрификация Так появились Наши электрики Так что спасибо За то Что вы сделали Это будет Ну не то что Фильм и книга Я считаю Это будет Учебный материал Для будущего поколения И как часовые На посту Мы на страже Вечного движения Мы не телепаты Но мечту Воплощаем В теле управление К трудностям Привыкли мы давно И какая бы ни была погода Мы питаем током Все равно Поезда в любое время года Электрик железных дорог Мы гордимся профессией этой Мы движем железный поток И лучшей профессии нету Электрик железных дорог Мы гордимся профессией этой Мы движем железный поток И лучшей профессии нету Нам немало сделать удалось Но стоять не будем мы на месте Чтоб летел вперед электровоз От Владивостока и до Бреста Нас соединили провода Доброй электрической силой И электротяга навсегда Страны и народы подружила Электрик железный поток Электрик железных дорог Мы гордимся профессией этой Мы движем железный поток И лучшей профессии нету Электрик железных дорог Мы гордимся профессии нету Мы движем железный поток И лучшей профессии нету Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok